Геф Торп Лев Есть одна и только одна причина – применение силы, продвижение некоего плана. Будь он эгоистическим или альтруистическим, такой план должен составлять единое целое и не подвергаться влиянию раздоров. Тогда применение силы принесет успех. Стоит лишь посмотреть на пример Великого Крестового Похода Императора, чтобы получить подтверждение этой вечной истины. Когда начались раздоры, они привели к всеобщему краху. Леоидис Интермиссии М31 1. Повелитель Первого Легиона сидел именно так, как он в последнее время часто сидел по ночам. Откинувшись на спинку, украшенного слоновой костью и обсидианом трона, локти упирались в резные подлокотники. Сцепленные возле самого лица пальцы почти касались губ. Немигающим жестким взглядом зеленых, как леса Калибана глаз, примарх безучастно наблюдал за мерцающим гололитическим изображением воюющих звездных систем. На борту непобедимого разума, флагмана темных ангелов, Лев Эль Джонсон пребывал в долгих томительных раздумьях. Поводов задуматься имелось сколько угодно. Однако, как не пытался примарх сосредоточиться на военных действиях и борьбе с повелителями ночи, мысли вновь и вновь возвращались к неразрешимой дилемме. 82 дня прошло после схватки с Конрадом Курцем на пустынной планете Цагуальса. За эти 82 дня почти полностью зажили тяжелые раны, нанесенные Льву когтями ночного призрака. Броня, которую носил примарх, была отремонтирована и выкрашена так, чтобы стереть с ее черной как смоль поверхности жестокие отметины, оставленные Курцем. Внешне Лев полностью восстановился, но в душе осталась мерзейшая из ран, нанесенная не оружием ночного призрака, а его словами. «Разве чистые ангелы не могут пасть? Как давно ты не ступал на землю Калибана, гордец?» Течения Варпа влияли на связь точно так же, как они влияли на возможность путешествовать. И уже два года с Калибана не приходило ни одно достоверное известие. В прошлые времена ненавистные слова Курца легко можно было опровергнуть. Темные ангелы были вне подозрений. Первый легион – самый благородный в глазах любого. Даже когда космические волки добились больших почестей, а Хорус возвысился и стал магистром войны, никакой другой легион не мог претендовать на звание первого. И все же те времена миновали. Казалось, прошла целая жизнь. Гражданская война и ересь раскололи Империум. Ни один залог прошлого уже не служил гарантией будущего. Мог ли Лев полагаться на лояльность своего легиона? Доверие не было изначально присуще Примарху. Вдруг у бесконечной войны, которую вели в Трамасе Повелители Ночи, имелась некая тайная цель. Возможно, Курт сказал правду. Он действительно задерживал Льва до определенного момента. А тем временем верность темных ангелов уже пошатнулась под влиянием агентов Хоруса. Лев не мог похвастаться избытком доверчивости даже до ереси и все же оказался одурачен. Пиртураба использовал положение брата, чтобы обмануть Льва. Под личиной союзника скрывался лжец, который, заполучив разрушительные военные машины Диамата, обратил это оружие против слуг императора. Лев поддался манипуляциям и теперь страдал от стыда и угрызнений совести. Никогда больше он не поверит честному слову своих братьев. Вопрос был невыносимым. Затруднительное положение тоже было ужасным. Лев обдумывал слова ночного призрака каждую ночь, заодно анализируя перемещение и стратегию врага, пытаясь опередить его хотя бы на шаг. У ночного призрака не было причины лгать. Во время того разговора Куртс пытался убить собственного брата. И все-таки те слова могли сорваться с губ Конрада под влиянием минутной злобы, как случалось уже не раз. Он пользовался обманом как оружием, причем много раньше, чем пошел против благодати императора. Ложь была второй натурой примарха и давалась ему легко, как дыхание. Лев одновременно и находил ложь правдоподобной и презирал самого себя за это. Его решимость разъедал порожденный этим состоянием яд. Поклясто, что Трамас не будет отдан повелителям ночи, было просто. Вести войну против врага, который избегал борьбы, совсем иное дело. Ночи проходили чередой. Перспектива вступить в решающее сражение Тайла. А желание вернуться на Калибан и удостовериться, что там все в порядке усиливалось. И все же Лев не мог бросить войну ради возвращения на Калибан, как того желал ночной призрак. Пока эти мысли досаждали примарху, трое его меньших братьев явились в назначенный час с докладом о сложившейся ситуации. Первым вошел Корсвейн, чемпион девятого ордена, недавно назначенный Сенешалем примарха. С его плеч на спину ниспадала белая шкура клыкастого калибанского зверя. Из-под нее свисали полы белого стихаря с разрезом сзади. На груди одежду украшала вышитая эмблема крылатого меча. Шлем висел на поясе. Широкое лицо и коротко остриженные белокурые волосы оставались открытыми. Следом за Корсвейном прибыл капитан Стеней, командир непобедимого разума. Его лицо выглядело словно маска из плоти, почти неподвижное из-за поврежденных во время великого крестового похода нервов. Дымчато-серебристые линзы, которыми заменили глаза, поблескивали в лучах светильников, такие же непроницаемые, как и общее выражение лица. Последним из троицы явился капитан Траган из девятого ордена, которого приблизили к примарху после фиаско над Сагуальси. Мягкое выражение корех глаз капитана противоречило его строгому поведению. Вьющиеся темно-каштановые волосы были обрезаны до плеч. Металлический, покрытый черной эмалью обруч, не позволял им падать на лицо с орлиными чертами. Именно Траган заговорил первым. Повелители ночи уклонились от битвы возле Партака, Монсеньор. Однако мы прибыли слишком поздно и не смогли предотвратить уничтожение главной орбитальной станции. Оставшиеся стыковочные средства не справятся с чем-то большим, чем фрегат. Я подозреваю, таким и было намерение врага. За три прошедших месяца они вывели из строя три главных дока, вступил с теней. Очевидно, что они лишают нас складов и ремонтных станций. Почему? Вот в этом-то и вопрос, заметил Лев, поглаживая подбородок. Крейсеры и боевые баржи повелителей ночи нуждаются в таких станциях не меньше, чем наши корабли. Я должен сделать вывод, противники отбросили амбиции. Они больше не претендуют на Партак, Квестион и Биомет, а вместо этого стремятся связать наш флот и впредь затруднить его маневрирование. Могу предположить, что это признак отчаяния. Космический вариант тактики выжженной земли, отозвался стейник. Не исключено, что Курц приказал совершить эти последние атаки просто из злости, добавил Корсвейн. Возможно, глубокого смысла в них нет, разве что враг хочет взбесить и запутать нас. Все это может оказаться частью куда более важного плана, сказал Лев. Уже больше двух лет длится наша звездная дуэль. Ночной призрак всегда стремился к некоему завершению этой игры. Но я еще не разгадал, к какому. Мне нужно обдумать последние события. У вас найдется, о чем еще доложить. Стандартные перемещения флота и отчеты разведки находятся в моем последнем сообщении, Мансеньор, сказал Траган. Ничего необычного, если бы не одна вещь. Был один отчет, который мне показался странным, Мансеньор, начал Корсвейн. Слабое астропатическое сообщение, едва отличимое от фонового потока. Самое обыкновенное, за исключением того, что в нем упоминается легион гвардии смерти. Легион Мортариона в пределах Трамаса? Лев зарычал и впился взглядом в своих подчиненных. Полагаете, это не то дело, с которым следует явиться ко мне немедленно? Не легион, Мансеньор, возразил Траган. Горстка судов, самая большая тысяча воинов. Кажется, сообщение передали не с Трамасского театра военных действий, а и системы, которые находятся в сотнях световых лет от Валаама. В некоторых местах сообщения упоминается также оперативная группа железных рук. Она тоже там, поблизости, добавил Корсвейн. Думаю, небольшая стычка, но вряд ли она повлияет на наш конфликт. Как называется эта система? С подозрением прищурившись, спросил Лев. Траган, который держал информационный планшет, сверился с данными. — Пердитус, Мансеньор, — доложил капитан Девятого Ордена. — Система только заселяется, — пояснил Стеней. — Там маленький экспериментальный комплекс механикум, ничего примечательного. — Ты не прав, — сказал Лев и встал. — Я знаю, Пердитус. Я сам вместе с воинами Гвардии Смерти покорил эту систему во имя Императора. Твои отчеты ничего не говорят о природе исследования, которое проводит там механикум. — Пердитус имела свое предназначение, она была засекречена и стала запретной для всех легионов, однако у Гвардии Смерти кажутся другие планы. — Запретным, Мансеньор, — Трагана ошеломило само понятие. — Что могло оказаться настолько опасным? — Знание, мой маленький брат, — ответил Лев. — Знание технологии, которая ни при каких обстоятельствах не должна попасть в руки предателей. — Нам следует собрать оперативную группу в Валааме, силу, способную сокрушить войска Гвардии Смерти и Железных Рук в этом районе. — А что с повелителями ночи, Мансеньор? — спросил Корсвейн. — Если уменьшить наше давление в этом секторе или слишком ослабить наши силы, Курс отлично порезвится в системах, которые мы не сумеем защитить. — Этот риск я обязан взять на себя, — заявил примар. — Пердитус, — приз, которым мы должны завладеть, чтобы он не попал в руки предателей. Я почти забыл о ней, но теперь вспомнил, и мне пришло в голову, что Пердитус может стать ключом к победе и в системе Трамас. — Я лично возглавлю оперативную группу. — Непобедимый разум будет моим флагманом, — капитан с теней. — Четвертый, шестой, девятый, шестнадцатый, семнадцатый и тридцатый ордены собираются в Валааме. — Больше тридцати тысяч воинов, — забывшись, воскликнул Траган. И тут же виновато склонил голову под острым и проницательным взглядом льва. — Когда же, мансиньор? — спросил Корсвейн. — Как можно скорее, — ответил лев и шагнул к двери. — Непростительно будет опоздать в систему Пердитус. Два. Почти такая же высокая, как Астартес, с которыми она путешествовала в Варпе, Керолин Фиана из дома Неоцен была намного более худощавой, грациозной, с тонкими пальцами. Ее волосы отливали медью, как и глаза, обычные по крайней мере. В центре высокого лба, там, где волосы придерживал серебряный обруч, находился глаз навигатора. Впрочем, назвать нечто подобное глазом было все равно, что сравнить стакан воды с целым океаном. Шар, белый и полупрозрачный, покрытый переливающимися пятнами, не воспринимал частоты светового спектра, однако позволял проникнуть сквозь барьеры Варпа и разглядеть первородное вещество имматериума. Как раз сейчас Варп зрение использовалось, чтобы вывести непобедимый разум из точки перехода возле Валаама. Подобные струящимся нитям потоки Варпа с трудом тащили судно, заключенное в яйцевидный кокон психополя. Корабль плыл по волнам Варпа словно обломок, уносимый океанским течением. Фиана устроилась в башне навигатора, высоко над надстройкой боевой боржи. Инстинктивно она поискала яркий маяк астрономикона, как уже делала это два с половиной года. Поняла, что не находит его и ощутила, как частица души тускнеет. Свет очтерры больше не сиял, став из-за этого причиной бесконечных споров между навигаторами, прикомандированными к легиону темных ангелов. Фиана оказалась в обширном лагере тех, кто полагал, что императора больше нет в живых. И это служило единственным разумным объяснением тому, что произошло. Точка зрения непопулярная и примархом неразделяемая, однако с логикой не поспоришь. Без астрономикона, который прежде охватывал всю галактику, навигаторы полагались на варп-маяки, крошечные фонарики, созданные ретрансляторами в материальном пространстве и сияющие психическим светом. По сравнению со звездой астрономикона, маяки походили на свечки, и лишь одна из десяти систем в секторе обладала ими. Однако перемещаться вслепую было еще хуже. В итоге и Повелители Ночи, и Темные Ангелы молча согласились считать маяки неприкосновенными. Риск потерять в варпе собственные суда был слишком велик, чтобы посметь разрушить хрупкие орбитальные станции. Пердитус не располагал маяком и находился всего в 114 световых годах от Валаама. Курс 213 градусов, дифферент 7 единиц в направлении от маяка Дреббл, который в свою очередь находился по курсу в 187 градусов, склонение минус 8 единиц в трех днях пути от системы Нема. Бросив взгляд на нарисованную вручную и подвешенную полукругом рядом с вращающимся стулом карту, Фиана убедилась в этом и проверила всплеск потоков за барьером окружавшего непобедимый разум Поля Геллера. Внешний вид варпа не соответствовал его истинному состоянию, даже с точки зрения Фианы. Впрочем, ее варп зрение позволяло приблизительно оценить силу и завихрение потоков Имматериума. Систему Валаам назначили местом встречи из-за более или менее постоянного потока, который растянулся почти на 3000 световых лет до самого Нераина. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда дело касается варпа. Его странные движения означали, что иногда поток Нераин двигался в обратном направлении или вообще исчезал. Однако в 8 случаях из 10 на него можно было положиться при скоростных перемещениях в сторону галактического юго-запада от края до края Эгиды и еще через два подсектора. Миры вдоль этого маршрута, Повелители Ночи и Темные Ангелы оспаривали друг у друга наиболее яростно. Фиана передала серию закодированных приказов пилотам на командную палубу. Спустя минуту поле Геллера образовало выпуклость по правому борту. Его психическая гармоника приноровилась к управляющему воздействию экипажа таким образом, что непобедимый разум передвинулся с текущего курса в наружные струи потока Нераин. Психическая сила охватила щиты, подобно волнам, которые кружа уносят листок. И хотя по-настоящему движение не ощущалось, Фиана мысленно почувствовала боевую боржу, которая с невероятной скоростью помчалась вперед сквозь время и пространство. По сторонам мелькнули огненные точки. Их мерцание означало присутствие других кораблей флота. Потом на полдюжины минут флотилия, рассеявшаяся по четырем сторонам света и разбросанная во времени сверхъестественными волнами варпа, сделалась невидимой. Повернувшись, Фиана быстро проверила штормовую активность. Весь варп изобиловал булями. Однако поток Нераин пока что выглядел достаточно устойчивым. Здесь не было ни расстояния, ни горизонта, ни перспективы. Фиана на миг заколебалась на самом краю. Ее манило и грозило поглотить глубинная природа варпа. Навигатор заставила свой разум вернуться на место под своды черепа и опустила обруч так, чтобы его пронизанный психосхемами металл прикрыл третий глаз. В тот самый последний миг, когда дополнительное зрение не до конца исчезло, Фиана вдруг поняла, что видит в завихрениях энергии позади боевой боржи еще один корабль. Вероятно, непобедимый разум по воле судьбы оказался в общем потоке времени вместе с другим судном темных ангелов. Она внесла запись об этом в журнал и просигналила единокровному брату Ассарину Каидину, предлагая тому подняться на пилястр и взяться за работу. Фиана была старшей в семье, поэтому отвечала за безопасность корабля во время перехода. Однако, выполнив задачу, радовалась возможности передать навигацию младшим родным братьям. С тех пор, как вспыхнуло восстание Хоруса и начались постоянные штормы, ее тянуло в мирный покой жилище. После каждого часа, проведенного варпе, ломила голову, и усталость истощала душу. В семье непрерывно шли разговоры об истинной сущности варпа. После путешествий шепотом передавались истории о мельком увиденных странных феноменах. На этот раз Фиана не сомневалась. Она заметила кое-что особенное. Не чужаков, обитавших там, и о которых ее предупреждали, а нечто, бывшее частью самого имматериума. Рост казни множились и становились страшнее. Во все времена суда без вести пропадали в варпе, но теперь они терялись с пугающей чистотой, как будто сам варп восстал против присутствия кораблей. Ощущая темные водовороты и зловещие отростки, которые норовят уцепиться за край сознания, Фиана слишком хорошо понимала, что варп далеко не гостеприимное место. Лев наградил главного навигатора Терролин Фиану холодным взглядом. Предоставленная ей аудиенция была четвертой по счету за 7 дней. Вдобавок он дважды получал от этой женщины сообщение через капитана Стения. Жалобы утомляли Льва, но он не мог облегчить те трудности, которые испытывала сама Фиана и помогавшие ей навигаторы. Фиана присоединилась к команде непобедимого разума в Валаами и пользовалась уважением как эксперт в вопросах, касающихся варпотоков. Однако Лев видел в ней лишь женщину с изможденным лицом, которая вечно находила оправдание медленному продвижению корабля. На этот раз она явилась в компании капитана Стения и выглядела еще более возбужденной, чем прежде. Закованный в перчатку рукой, Лев махнул в сторону Фианы, подавив при этом вздох раздражения. Навигатор остановилась в пяти метрах от трона примарха. Капитан корабля в нескольких шагах позади нее. Женщина носила струящееся сине-зеленое платье, при ходьбе переливающееся, будто вода. Голые руки от плеч до локтей были разрисованы кольцами разного размера и цвета. Тыльную сторону руки покрывали татуировки в виде сложных и пересекающихся геометрических форм, которые копировали связку кулонов, свисавшую с шеи на тонкой цепочке. Широкий серебряный обруч, сдвинутый на брови, помогал скрыть третий глаз Фианы. Однако ее взгляд все равно покалывал тело льва, словно искры. Навигаторы и все прочие псайкеры неизменно вызывали у примарха замешательство. Он не испытывал к ним расположения. Они же смотрели на него так, как не подобает нормальному человеку. Лишь императору допустимо доверить такое знание. «В чем дело?» – спросил Лев. Он махнул Корсвейну, который только что явился к командиру, чтобы доложить о последних разведданных, касающихся Пердитуса. «Будьте кратки, навигатор, моего внимания требуют иные дела. Если желаете, чтобы я собственными руками успокоил волнение Варпи, то, увы, мне снова придется разочаровать вас. «Сейчас я по другому вопросу. Он срочный, нам нужно переговорить», – сказала Фиана, разгибаясь после поклона. Она бросила взгляд на капитана Стения, который подбодрил ее кивком. «Прославленный примарх, на протяжении нескольких дней с тех пор, как мы отправились в путь от Валаама, нас преследует судно. Тому свидетелями я и мое семейство. Поначалу мы решили, что это совпадение, что это корабль-сопровождение, курс которого случайно совпал с нашим курсом. «Но теперь вы полагаете, что это не так?» – спросил Лев, наклонившись вперед. «По моему разумению, выследить корабль в Варп-пространстве совершенно невозможно. Мы тоже так полагали, прославленный примарх. Раньше навигаторы не раз пытались держаться поблизости. Однако в 99 случаях из 100 их корабли теряли друг друга через день. По прошествии двух дней это происходило всегда. Порой мы пользуемся аналогией между Варпом и морскими течениями. Но это упрощенное сравнение. Варп течет не только в пределах иного пространства, а вокруг нас самих, но к тому же в разных потоках времени. «Знаю», – оборвал ее Лев, чувствуя нарастающее нетерпение. «В Варпе пройдет час. В реальном пространстве минуют дни. Если одно судно начнет переход на час раньше другого, то может опередить его на неделю. Вы еще не сказали, навигатор, отчего нельзя объяснить все это совпадение. За всю свою жизнь я проделал сотни скачков в Варпе. Неудивительно, что всего один раз другое судно попало в тот же самый поток». «Нет, прославленный примар, это объяснение не подходит», – возразила Фиана. Она поднялась в полный рост и встретила яркий взгляд Льва, хотя мгновением раньше сила этого взгляда вынудила навигатора отвести глаза. «Примечательно, что за пять дней мы четырежды сменили поток, отыскивая самый быстрый путь на Пердитус. Однако чужое судно догоняло нас всего за час. Оно следует за нами, прославленный примар. И я понятия не имею, кто может обладать такой способностью». Лев не зря тратил время на расспросы. Решительный тон Фианы и ее твердый взгляд, направленный в глаза примарха, уверили его, что женщина говорит правду и убеждена в истинности своих слов. Он кивнул и жестом подозвал капитана Стения. «Сожалею о своей грубости, леди Фиана. Спасибо, что обратили мое внимание на эту проблему. Капитан, полагаю, вы заранее знали обо всем. Леди Фиана рассказала мне о своих подозрениях вчера, мансиньор. Я попросил ее в течение дня проверить результаты, а потом решил, что они достойны быть доведенными до вашего сведения. «Случившееся невероятно, мансиньор», – вмешалась Фиана. «Ни один из навигаторов не может с подобной точностью отследить другое судно в варке. Мы полагаемся на догадки и инстинкты, чересчур туманные для этого. Ни один из навигаторов», – подумал Лев. «Однако все же такое возможно». В раннем детстве на Калибане, взрослея во тьме и одиночестве, среди лесных чудовищ он быстро понял, что некоторым тварям для охоты зрение не требуется. Кроме зрения, слуха и обоняния, они обладали иными чувствами и могли преследовать жертву по следу ее души. Из всех созданий, с которыми столкнулся Лев, эти были самыми смертоносными и не вполне материальными. Рыцари Калибана называли их Нефилами. Нефилу трудно убить, хотя Льву в юности удалось расправиться с несколькими. Корабль словно преследовала Нефила, которая, рыская по темным лесам Калибана, способна была выследить другое существо через варп. Но, как и Фиана, Лев не доверял совпадениям. В игру вступили силы, силы, выпущенные на волю Хорусом и его союзниками. Они оставались не вполне понятными, и пока не доказано обратное, Лев полагал, что его враги способны на все. «Сейчас вполне разумным выглядит предположение, что наш таинственный преследователь – судно повелителей ночи», сказал Лев после кратких размышлений. «Как вы думаете, возможно ли ускользнуть от врага, не затягивая путешествия без чрезмерного риска? Я не хочу, чтобы противник выяснил конечную точку нашего маршрута и узнал о сокрытой в этом месте тайне. Я испытываю неуверенность и не знаю, что делать, прославленный примар», – призналась Фиана. «Навигаторов этому не учат. Разумеется, вы по опыту знаете, что такое погоня за судном», – поинтересовался Лев. «В варпе есть такие обитатели, которые, как известно, преследуют корабли. Конечно, у меня есть кое-какие навыки по части уклонения и маневрирования, но обычной реакцией на критическую ситуацию является переход в материальное пространство. Это будет вторым вариантом. Хотелось бы избежать задержки в пути. «У вас два дня, Леди Фиана. Попытайтесь стряхнуть со следа нашего охотника. Об успехах докладывайте лично мне». «Как прикажете, прославленный примар», – низко поклонилась Фиана. Когда капитан Стеней и Леди Фиана удалились, Лев подозвал своего синишаля, собираясь, наконец, уделить внимание и ему. «Знаешь, Кор, я с большим подозрением отношусь к судну, которое следит за нами», – начал Примар. «Прикажи орудийным командам спать возле своих пушек и удвой количество часовых». «Как прикажете, мансиньор», – отозвался Корсвейн. «Если вы располагаете временем, то необходимо обсудить стратегию, которую мы используем, когда достигнем Пердитуса». В последних сводках говорилось, что Железные руки и Гвардия Смерти перешли к боевым действиям. Возможно, та или другая сторона с тех пор уже одержала верх. Лев отодвинул сторону мысли о призрачном судне и сконцентрировался на более широкой задаче. «Заранее не скажешь, ради чего сражается чужая армия». «Гвардия Смерти», «Механикум», «Железные руки». «Всех следует воспринимать как врагов, пока я не отдам иной приказ». На протяжении двух дней «Фиана» и три других навигатора на борту непобедимого разума совершали разнообразные маневры. При нормальных обстоятельствах достаточные, чтобы оторваться от корабля-преследователя. Они часто меняли потоки внутри варпа, перемещая боевую боржу и стечение нераин в более спокойные струи, которые медленно текли вдоль его границ. Навигаторы заставляли судно нырять в крутящиеся водовороты. Даже до начала нынешнего волнения в пространстве варпа такое считалось опасной затеей. Дважды они полностью разворачивали корабль и использовали противотоки, тем самым уходя с курса «Пердитус». Чужое судно всегда находило их, где бы они ни были, и безошибочно двигалось по следу боевой боржи, иногда отдаляясь, иногда исчезая, чтобы снова объявиться спустя пару часов. Когда два дня данные львом истекли, Фиана и Стеней собрались по приказу примарха, чтобы обсудить новый план действий. Подле льва находился, призванный своим господином Корсвеем. На этот раз первым заговорил Стеней. «Какая бы сила ни вела нашего преследователя, способа встряхнуть его и освободиться у нас нет, мансиньор», — заявил капитан корабля. «Не совсем так», — возразила Фиана, тем самым заработав колючий взгляд Стеней. Взгляд выдавал предшествовавшие споры этой пары. Хотя частичный паралич предотвратил появление на лице капитана более выразительной гримасы. «Я не стану рисковать своим кораблем», — отрезал Стеней. «У вас есть альтернативное предложение», — поинтересовался Лев и пристально посмотрел на Фиану. «В трех днях пути отсюда, или, возможно, в четырех, находится известная аномалия, которую мы называем заливом Морикан. В обычном космосе ей приблизительно соответствует мертвая система, звезда Морикан. Эта область похожа на разрыв в Арпе, безбрежный залив, окруженный бурным водоворотом. Можно пересечь внешний край этого водоворота. Шторм должен замаскировать наше отступление». А риск, спросил Корсвейн. «Нуль пространства, пустота в центре шторма. Судно может попасть в штиль, очутиться на мели на дни, на долгие недели, иногда навсегда», — сказал Стеней, неодобрительно качая головой. «Даже в лучшие времена такое не обсуждалось, а теперь наша миссия в Пердитусе слишком важна, чтобы рисковать задержками или гибелью». Лев в душе оценил и взвесил оба варианта. Оторваться от преследования или в перспективе потерпеть бедствие. Он сбросил со счета в план навигатора, однако припомнил свой предыдущий разговор с Фианой. «Леди Фиана, раньше вы предлагали воспользоваться экстренным скачком в обычный космос. Возможно ли сначала обмануть одним из наших маневров чужое судно, а потом так и поступить?» «Да, возможно», — прославленный примар. «Нет гарантии, что это наше призрачное судно не оборудовано подходящими к случаю средствами обнаружения», — возразил Корсвейн. «Мы понятия не имеем, на что они способны. Насколько я понимаю, любое судно при переходе создает рябь, эхо в потоках варпа. Если у Повелителей Ночи есть Псайкер или иные средства слежения за нашими обычными перемещениями, то и переход они заметят не хуже, чем свет солнца летним днем. Экстренный скачок тем более заметен, прославленный примар», — добавила Фиана. «Это все равно, что бросить в озеро Валун. Даже неопытный навигатор сумел бы обнаружить отголосок. Еще одна опасность заключается в том, что выбросы нашего варп-двигателя могут столкнуться с полем геллера другого корабля», — предупредил Стений. «Какие бы методы преследования они не применяли, им все равно приходится держаться поблизости». «Интересно», — заметил Лев. Предупреждение капитана навело его на новые размышления. Сначала примар посмотрел на Корсвейна, потом остановил взгляд на Стений. «Маленькие братья, подготовьте судно к экстренному переходу, но орудийные расчеты пусть остаются на местах. Леди Фиана, я хочу, чтобы вы переместили корабль особым образом. Найдите быстрый варп-поток, из которого можно легко пересечь противоток». «Что вы собираетесь делать, прославленный примар?» — спросила Фиана. От волнения нахмурив бледный лоб под серебряным обручем. «Наш враг будто тень. Он держится близко, но все же не способен перемещаться мгновенно», — объяснил Лев. «Мы сами передвинемся так, чтобы подманить его вплотную, а затем активируем варп двигателей и выскочим в обычный космос. Чужое судно попадет в наш след, его тоже вытянет из варпа. Тогда наш враг станет уязвим для атаки». «Если оба корабля не разорвет на части, мансиньор», — воскликнул Стений. Он собирался продолжить пререкание, однако Лев остановил капитана взмахом руки. «Ты слышал, что я сказал? Этот план не обсуждается. Леди Фиана, ваше дело — выбрать наилучший момент для перехода. Я уже наслышан о ваших навыках, поэтому не сомневаюсь в успехе». «Конечно, прославленный примарх», — согласилась Навигатор. Выражение ее лица переменилось. На карту была поставлена репутация. И с точки зрения Фианы, жаждавшей стать следующим матриархом дома, похвала примарха обладала наивысшей ценностью. Лев внимательно посмотрел на Стения, наклонился вперед, его голос упал до шепота. «Ты понял мои приказы, капитан?» — спросил примарх. «Я выполню их, мансиньор», — спокойно отозвался Стений. «Тогда вы оба свободны», — объявил Лев. Протянув руку, он остановил Корсвейна. «Задержись на минуту, маленький брат». Когда капитан корабля и Навигатор удалились, Лев жестом подозвал Корсвейна ближе к трону. «Я волнуюсь по поводу Стения», — признался примарх. «Сначала он медлит и не сообщает мне о факте преследования. Теперь, кажется, сопротивляется решению, которое выведет нас из затруднительного положения». «Уверен, подозрение беспочвенный, мансиньор», — отозвался Корсвейн, взволнованный строгой интонацией и обеспокоенный тем, что затронута тема лояльности Стения. «Уверен, маленький брат?» «Бесспорно, на все сто процентов. Ты поручился бы за Стения жизни». Корсвейн не решился принять вызов, прозвучавший в голосе Льва. В следующий миг он опустился на одно колено и склонил голову. «Я не сомневаюсь по поводу капитана Стения, мансиньор. Однако, чтобы развеять любые появившиеся у вас сомнения, пусть брат Искупитель Немиил предоставит свой рапорт. «Делай, что считаешь нужным, братец», — произнес Лев, одарив Синишаля улыбкой. А это случалось редко. Три. Тесная комната над навигационным пилястром с трудом вмещала четырех навигаторов. Чтобы выполнить просьбу примарха, требовалось особое стечение обстоятельств. Фиана и ее коллеги изучали пространство варпа, отыскивая слияние потоков, пригодное для сближения непобедимого разума с призрачным судном. Все остальное уже было сделано. Экипаж оповестили о возможно опасном прыжке в обычный космос. Фиана тем временем предупредила своих компаньонов насчет потенциально вредоносного влияния, перехода на их разум. «У меня тут кое-что есть», — сообщил Ордал Анеис, младший брат Фианы. Смазанный туманный выступ по левому борту. Навигатор поняла, что именно привлекло внимание Анеиса, как только обратила свой сверхъестественный взор в указанную сторону. Три варп потока, один очень сильный, два других слабее, сближались друг с другом под острыми углами и, объединившись, образовывали трехмерный водоворот. Исходящий поток отклонялся в сторону, противоположную курсу боевой боржи, и пересекался с мертвой зоной, медленно вымывая ее назад, в русло течения нераим. «Капитан Стеней, пожалуйста, переключите первичное навигационное управление на мой пульт». Коммуникатор загудел в руке Фианы. Она отвела взгляд, тщательно избегая заинтересованных взглядов товарищей навигаторов. Пришло подтверждение от Стеней, и через несколько секунд экран по левую руку от нее ожил и замерцал. Строки под программой диагностики промелькнули на фоне бледно-зеленого стекла, затем экран погас. Фиана подготовилась к маневру, собираясь ввести судно в самую сердцевину выступа. В этот момент ее голос упал до шепота. «Помните о чести дома Неяцен?» В арпе звук не слышен. Тут нет настоящего давления. Металл и феррокрит не обладают инерцией. Однако Фиана подчувствовала, как мучительно тяжело движется масса непобедимого разума. Изменяющееся поле Гейлера выталкивало боевую боржу из одного вихревого потока варпа в другой. Навигатор ощутила кратковременную боль. Потом ее качнуло и закружило. Психические потоки смыкались вокруг нее и клацали друг о друга, словно челюсти необъятного, бестелесного чудовища. Кеофан, самый молодой из полнородных братьев, главного навигатора, рухнул возле нее на колени. И задыхаясь в тисках боли, изверг на пол содержимое желудка. Фиана проигнорировала это и при помощи рунического планшета ввела новые инструкции. Корабль на несколько секунд задержался в психической котловине, а затем вырвался из нее толчком. Так летит песчинка, подхваченная взбитой пеной, когда кит выпрыгивает из воды. Стиснув зубы, Фиана окончательно откорректировала направление. Принудив себя, всматриваться в раскачивающиеся впереди энергетические струи. Она довела до максимума поля Геллера и, отстранив коллег, рухнула на единственный стул в комнате. «Капитан, у нас новый курс!» задыхаясь, передала она через коммуникатор. Собравшись силами, навигатор поискала маленький сгусток энергии, пляшущую соринку, розчерк чужого судна в арпе. Она поняла, что он впереди и быстро приближается. Времени не оставалось. Даже сейчас на холостом ходу на разгон варп-двигателей до полной мощности ушли бы минуты. Стоит лишь немного помедлить, и боевая боржа окажется прямо над призрачным судном. Их поля Геллера сольются, и эффект от перехода в такой тесной близости уничтожит оба корабля. «Переходите прямо сейчас, капитан!» «Активируйте варп-двигатели!» Подражая примарху, Корсвейн неподвижно стоял на галерее, которая нависала над стратегиумом непобедимого разума. Только расположился он позади и чуть левее величественного льва. По другую сторону от примарха находился брат-искупитель Немиил. Капеллан носил череполитий шлем, и потому на его собственном лице никто не видел ни беспокойства, ни иных проявлений эмоций. Путанные команды леди Фианы не улучшили настроение Корсвейна и заставили экипаж внизу неистово суетиться. Чтобы варп-двигатели могли перейти в активное состояние, плазменные реакторы боевой боржи повысили свою мощность на 100%. Теперь навигаторам-помощникам, которые контролировали выброс энергии и пороги безопасности, приходилось быстро переходить с места на место в ярком свете экрана. Корсвейн стиснул зубы, чувствуя неясного рода давление под сводом черепа. Оно не походило на воздействие ударной волны или напряжения, которое ощущаешь в десантной капсуле. Скорее это напоминало медленно наполняющийся сосуд, в котором содержимое занимает весь объем, но все же не может разорвать вместилище. Боль сосредоточилась позади глаз, умственная, не физическая, если не читать вызванного телепортации ощущения, походившего на сотрясение мозга. Это было самое неприятное состояние, с которым Корсвейн сталкивался за долгие годы службы в Легионе. Примарк, даже если испытывал тот же самый дискомфорт, который ощущали его маленькие братья, то не подавал виду. Командир Первого Легиона стоял, широко расставив ноги и скрестив на груди руки. Его взгляд был обращен к многочисленным экранам, из которых состояла главная индикаторная панель стратегиума. Занятые внизу помощники взаимодействовали, подобно органическим составляющим сложной машины. Ее центром служил капитан Стеней, восседавший на командирском троне. Запросы и ответы, донесения и команды потоком шли через капитана корабля, который дирижировал общими усилиями с помощью кратких откликов и отрывистых распоряжений. Корсвейн мог только догадываться о мыслях, которые сейчас занимались Стеней. Вар-переход довольно труден, даже в идеальных условиях, а нынешнее положение было далеко не идеальным. По одному из брошенных львом взглядов Сенешаль понял, что примарк отвлекся от серых пустых экранов и тоже переключил свое внимание на Стене. Невозможно было разгадать истинные намерения льва по яркому взгляду его непостижимых глаз, но это не мешало Корсвейну строить предположения, чтобы чем-то занять свой разум, пока реальность и материю сталкиваются, угрожая стереть в порошок всех собравшихся. Замечания льва по поводу Стения интересовали Корсвейна сразу с двух точек зрения. В первую очередь Сенешаль задавался вопросом, каким образом он сам не заметил нечто, обнаруженное проницательным примарком. Корсвейн был правой рукой льва, по крайней мере, в отсутствие лютера, который с частью легиона оставался на колебании. В обязанности Сенешаля входило предвидеть приказы повелителя и действовать прежде, чем обстоятельства привлекут внимание самого примарка. Таким образом, он, Корсвейн, не выполнил свой долг, как положено, если упустил странности в поведении Стения. Вопреки этому, Корсвейна терзала еще одно опасение. Что если в поведении Стения нет ничего дурного и подозрения беспочвенных? Душевное состояние льва в этом случае не предвещало ничего хорошего. После событий на Цагуальсе примарк предавался тяжелым раздумьям даже чаще, чем к тому привык к Корсвеям. Его господин не делился своими мыслями и вел беседы только о долгой кампании против повелителей ночи. Но даже эти разговоры были проникнуты новым стремлением, которое ограничило с такой неистовой жаждой победы, какую Корсвейн не замечал у льва с самого начала крестового похода. Прикосновение смерти, которое пришлось пережить Сенешалю, заставило его признать свои недостатки и впредь относиться к обязанностям с большим рвением. Возможно, нечто подобное испытывал и сам примарк. Варк переход через 10 секунд монотонным голосом предупредил Стеней и погрузившийся в размышления Корсвейн очнулся. Он стиснул кулаки, понимая, что сейчас должно произойти. Лев шагнул вперед, обеими руками вцепился в ограждение галереи, прищурился и устремил взгляд на Стене. Примарк приоткрыл рот, будто собираясь заговорить, однако ничего не сказав, лишь слегка покачал головой и поджал губы. Начинаем переход в обычный космос. Это был этап, наиболее ненавидимый Корсвейном. Ощущение очень близкое к бестелесному рывку телепортации. На бесконечно долгое мгновение непобедимый разум замерцал между измерениями, в опасном положении на грани между материальным миром и имматериумом, будто странник на перекрестке судьбы. Минуту назад судно дрейфовало в варп-потоке, заключенное как в кокон, пузырек реальности и хранимое от повреждений полем Геллера. Теперь оно находилось в истинной вселенной, освобожденное от противоестественных потоков. Созданное полем Геллера реальность исчезла, как только материальное пространство приняло корабль. У Корсвейна на несколько секунд закружилась голова. Он был потрясен ощущением нереальности. В окружающем мире, казалось, что-то разладилось. Он распался на части и стал уязвимым. Ощущение прошло, оставив слабую пульсацию позади глаз. Лев уже отрывисто приказывал привести в готовность сканеры ближнего действия. Ему не терпелось узнать, сработал ли план, удалось ли опасным маневрам вытянуть призрачное судно из варпа. «Всю мощность на локальные авгуры и широкополосные ауспуки», распорядился примар. Шагнув к длинному пролету лестницы, которая вела вниз в главный зал стратегиума. «Перенаправьте сигналы дальнего радиуса и данные сканера в коммуникационную сеть. Найдите мне этот корабль». Система непобедимого разума семь минут обыскивали окружающее пространство. Корсвейн и Немиил проследовали за примархом на главную палубу и присоединились к капитану Стению, который передал командование Льву. В течение этих семи минут, пока технический персонал сканера лихорадочно пытался определить, сработал план или нет, никто не произнес ни слова. «Опознавательный сигнал Легио Астартес Монсеньор объявил один из операторов стратегиума. В 22 тысячах километров впереди по правому борту. Легкий крейсер типа затмения, повелители ночи, радиопозывные, карающая тень. Проверяю флюктуации варпа, Монсеньор», добавил другой, «передаю на главный экран». Самый большой экран стратегиума ожил, его заполнила панорама звездного пространства. В нижнем правом углу вырисовывался вражеский корабль, окруженный светящимся ореолом. Воронка между варпом и обычным космосом оказалась для него ловушкой. «Право руля, 30 градусов, отклонение 12 градусов», приказал Лев, выполнив навигационные вычисления всего за пару секунд. Даже при помощи тригонометрического кандитатора Стеней потратил бы на вычисление курса по крайней мере две минуты. «Приготовить торпеды», установки третья и четвертая, летным экипажем занять места в громовых ястребах и грозовых птицах. Приказы примарха поразвенели в пространстве стратегиума, заставив команды офицеров и ответственных работников прийти в движение. Как только они засуетились, Лев перебрался к пультам управления оружием. Стеней последовал за ним. «Мансиньор, сокрушить врага массированным торпедным залпом гораздо больше шансов». «Я не желаю разрушать их корабль, капитан. Мы захватим судно и завладеем технологией, которую они использовали, отслеживая нас. Я ввожу коды управления торпедами, мы ничего не потеряем». «Конечно нет, мансиньор», ответил Стеней, отстраняясь, однако тон его голоса выдавал огорчение. «Прошу разрешения провести абордажные группы, мансиньор», сказал Корсвейн. «Просьба отказана, братец». Примарх даже не обернулся, его пальцы танцевали над рунической клавиатурой оружейного пульта. «Мы выведем из строя их корабль, и я сам возглавлю атаку». «Не очень хорошая идея, мансиньор», возразил Корсвейн, рискуя вызвать неудовольствие повелителя. «Интерференция варпа вокруг вражеского судна очень нестабильна. Судно может затянуть назад в варп, когда вы будете на борту». Пальцы льва на мгновение прекратили постукивать по клавишам. Примарх выпрямился. Корсвейн приготовился получить разнос. «Отказано, братец», повторил Лев и возобновил работу. «Ты мне нужен на борту непобедимого разума». Корсвейн машинально бросил взгляд на стене, угадав намерение примарха. «Недоверие льва не исчезло. Брат-искупитель не...» «Он не офицер и не из командного звена, маленький брат». Лев ответил коротко, но не грубо. Он закончил работу и повернулся к Корсвейну. Взгляд темно-зеленых глаз примарха уперся в зрачки синишаля. «Ты останешься на борту, Корп?» «Есть какие-то возражения?» «Торпеды нацелены, мансиньор», доложил оружейный техник, тем самым помешав Корсвейну подыскать хоть какой-нибудь ответ. Синишаль просто не стал отвечать. «Подготовка к стрельбе выполнена по вашим расчетам». «Запускай, когда окажемся под оптимальным углом», приказал Лев. «Полный вперед на врага!» «Есть, мансиньор», отозвался Стений. Он включил внутреннюю систему связи и повторил приказ для технодесантников в реакторном зале. «Торпеда-3 к запуску готова!» «Торпеда-3 запущена!» «Торпеда-4 готова!» «Торпеда-4 запущена!» Слова механически сыпались из прикрытого сеткой рта получеловека-сервитора, связанного с орудийным модулем паутиной проводов. Изможденная фигура состояла из туловища и головы, которые торчали из цилиндрической консоли. Глаза были зашиты, вместо ушей торчали антенны вокс-приемников. На главном экране появилось изображение блокированного корабля Повелителей Ночи. Он находился прямо по курсу. Пара торпед приближалась к вражескому судну, оставляя за собой след. «23 секунды до разделения торпед!» «27 секунд до ударного воздействия!» проскрежетал оружейный сервиток. Огни торпедных двигателей по мере увеличения расстояния уменьшались в размерах. И теперь на фоне галактики выглядели подобно паре звезд. «Мансиньор, леди Фиана просит о сеансе внутренней связи», сообщил помощник. «Направьте сигнал на динамике», велел Леп, который широкими шагами пересек стратегиум и остановился возле командного трона. «Судно Повелителей Ночи делает со своими варп-двигателями нечто странное», доложила навигатор при помощи внутренней адресации в системе связи. Корсвейн заметил, как нахмурился его примарк, услышав эту неопределенную фразу. «Будьте поконкретней, леди Фиана», сказал Леп, «что вы сумели разглядеть». «Простите мне эту неопределенность, прославленный примарк. Трудно описать то, что не обладает нормальным обликом. Нечто, какие-то предметы, перемещаются в поле Геллера вокруг вражеского корабля. Похоже, фрагменты варп-пространства находятся прямо внутри судна, хотя такое невозможно». «Я уже наслышался подобного», зарычал примарк. «Что все это значит для нас?» Прежде чем Фиана успела ответить, еще одно обстоятельство привлекло внимание Льва. «Мансиньор, вражеский корабль, поворачивается, пытается высвободиться из разрыва в варпе. Он движется к нашей позиции и быстро сокращает расстояние. Кажется, нас приветствует, Мансиньор». Два сообщения пришли почти одновременно. Впервые с момента появления в стратегиуме Лев испытал замешательство, не зная, кому отвечать. Заминка оказалась короче, чем удар сердца. Он принял решение. «Подкорректируйте курс на два румба по левому борту и готовьте по правому борту батареи», приказал примарк. «Дешифруйте сигнал, передайте его на главные динамики». На несколько секунд воздух наполнился шипением статических помех. Тем временем системы автоматической дешифровки обработали поступающую передачу. Раздавшийся из динамиков звук походил на искаженное шипение змеи. Каждый слог сочился насмешкой. Лицо льва перекосила кривая ухмылка. Он бросил взгляд на Корсвейна. «Я никогда особо не интересовался на Строма, Корд. Знаю, ты все это изучал, переведи мне, что они говорят. Сомневаюсь, впрочем, что это мольба о пощаде. Они говорят, что их вытащили на свет и хвалят нашу уловку, а дальше просто тупые угрозы. Говорят, мол, посчитаются с нами в Слофисяне, и мы все погибнем. Не припомню такую систему, Слофисян. Ее нет ни в секторе Трамас, ни где-либо еще», заметил Лев. Напоминание об их варварском прошлом, мансиньор, объяснил Корсвейн. Слофисян глубочайший из кругов их ада, в котором души павших мстят обидчикам. В общем, это место, отведенное для предателей, отцы убийц и злодеев. Такого места нет, и их угрозы пусты, вмешался Немиил, впервые подав голос момента появления в стратегиуме. Капеллан взглянул на Корсвейна сквозь линзы череполикого шлема, скрывающего выражение лица. «Ада не существует, не существует и таких предметов, как души». Спустя несколько секунд по связи раздался смех, исполненный безумием. «Ты не прав, сын Калибана. Как же ты не прав? И очень скоро убедишься в этом. Слофисян открывает для вас свои ворота». «Я не отдавал приказа транслировать это», заметил Примар. «Немедленно прервите передачу». «Тем не менее, у нас есть уши, гордый лев». «Мы не передаем никакого сигнала», подтвердил один из операторов связи. «Мой клинок скучает по твоему горлу, неверный». «Я не оскорвали, и в эту полночь вас ждет кровавая месть». Кто-то из техников, наблюдавших за сканирующей антенной, вскрикнул. Через несколько секунд пространство стратегиума наполнил рев автоматической сирены. «Вражеское судно активирует пустотные щиты и варп-двигатели, мансиньор», раздался испуганный вопль. «Безумие», пробормотал Немиил. «Реакция пустотных щитов порвет их в клочья». «Прекратить огонь!» «Разворот по левому борту», прорычал Леп. «Та же самая реакция создаст колебания в разрыве варпа и уничтожит его. «Активировать поле Геллера», «Приготовиться к незапланированному переходу». «Торпеды разделились», прерывая разговоры пробубнил сервитер. Корсвейн посмотрел на главный экран. Взгляды льва, стене и всех остальных обратились в ту же сторону. Коротко полыхнул выброс двигателей. Торпеды выпустили, разделяющиеся боеголовки в сторону судна Повелителей Ночи. Словно в ответ реальность вокруг корабля цели неистово замерцала разноцветными бликами. Волны силы, пестрые в калейдоскопе, переливаясь радугой, хлынули из разрыва в варпе. Легкий крейсер, казалось, сворачивался, проваливаясь внутрь себя и позволяя энергии варпа вырваться на волю. В то время, как пустотные щиты пытались отправить грубую психическую энергию обратно в варп, тем самым создавая мертвую петлю в бреше между вселенными. Корсвейн бросил беглый взгляд на вражеское судно, в самую сердцевину круглой, непрерывно вращающейся радуги. Затем весь экран заребил линиями и спиралями пульсирующей энергии. А еще немного погодя, Корсвейн понял, что энергия варпа вовсе не отображается на экране, а собирается в воздухе вокруг него. 4. Сохраняйте спокойствие, неспешно произнес Лев. Он ощутил, как паника охватывает экипаж стратегиума и постарался вложить в слова уверенность и силу. Люди из корабельной команды уже не раз переживали близость смерти, но очутиться в разрыве варпа с таким испытанием они до сих пор не сталкивались. Примарх нажатием пальца активировал систему внутренней связи. Всем капитанам и прочим офицерам приказываю поддерживать дисциплину в отсеках. Это временная проблема, она скоро разрешится. Действуйте согласно инструкциям. Лев почувствовал, что сердце бьется немного чаще, но это была лишь предсказуемая в критическом положении реакция. Он сделал паузу, пытаясь понять, что происходит. Непобедимый разум попал в ловушку между варпом и материальным пространством. Застрял в щели, которая образовалась из-за детонации двигателей на корабле Повелителей Ночи. Лев чувствовал, как пульсирует вокруг энергия варпа, как она проходит сквозь тело, в воздух и наполняет вещество корабля. Поток варпа захлестнул судно всего несколько секунд назад, но все вокруг уже выглядело слегка искаженным, словно видимым из другого места и под углом. Индикаторы на экране корабельного пульта странно подмигивали, трепетали, откликаясь на извращенный беспорядочный ритм. Приглушенные голоса членов экипажа доносились не с той стороны и будто бы издалека. Обзорные экраны, не способные отобразить вихрь силы вокруг корабля погаски. Капитан Скенни подошел к примарху, оставив за собой слабо цветящийся след из мерцающих искр, которые сыпались с поверхности его брони. «Доложи о состоянии», приказал Лев. «Пустотные щиты, поле Геллера, варп-двигатели». «Слушаюсь, мансиньор», ответил Стенни. Его голос на миг отозвался эхом в голове у Льва. В воздухе взметнулся еще более густой искристый след, когда капитан Салютуэ ударил себя кулаком в грудь. «Нам докладывают, что идет сражение», сообщил Корсвейн, который перебрался к главной контрольной радиостанции. Голос Синишаля походил на крик издалека, хотя сам Синишаль отошел едва ли на 10 метров. «Орудийная палуба правого борта уровни 8,9». «Враг?» резко спросил Лев. «Атака повелителей ночи через телепорт?» «В докладах нет ясности, мансиньор, они путанные. Отправляйся туда и наведи кое-какой порядок, братец. Здравомыслие, дисциплина и отвага». Корсвейн кивнул и направился к двери. Лев тем временем переключился на стене и вопросительно вскинул бровь. «Из-за воздействия варпа нельзя установить пустотные щиты, иначе мы можем разделить судьбу повелителей ночи. То же самое касается и поля Геллера. Мы не полностью перешли, активация опасна, может возникнуть мощная обратная связь. Варп двигатели зациклились, работают на энергию нашего перехода. Лицо капитана оставалось неподвижным, но плечи поникли. «Мы попали в ловушку, мансиньор, здесь и сейчас». Лев промолчал, не комментируя. Сама реальность подтверждала суровые слова капитана. Следовало выработать план действий. «Мы не можем вырваться из этого шторма, поэтому должны пройти его до конца, до самого сердца. Подготовьте варп двигатели к работе как можно скорее. Мы полностью перейдем назад в варп и активируем поле Геллера. После этого все нормализуется и стабилизируется. Пусть леди Фиана свяжется со мной немедленно. Ты все понял? Да, мансиньор. Главные двери с шипением отворились, пропуская 15 темных ангелов, готовых к бою в терминаторской броне, вооруженных комби-болтерами и силовыми кулаками. Их огромные доспехи были черны как смоль и отделаны серебром. Эту черноту нарушали лишь символика легиона на наплечниках и алая эмблема в виде черепа на громадном нагруднике. Личный герб брата искупителя Немиила, который должен был встретить отряд. Поддерживайте порядок, братья, сказал капеллан своим телохранителем. Будьте бдительны и действуйте без колебаний. Корсвейн сошел с транспорта на девятой орудийной палубе. Десять легионеров сопровождения следовали за ним вплотную. Он все еще понятия не имел, что происходит и кто атакует судно. На коммуникатор в изобилии приходили сообщения о том, что неопознанный противник сметает на своем пути все укрепления. До Синишаля долетал грохот болтерной стрельбы. Где-то вели огонь из более тяжелого оружия. Все эти звуки эхом отражались от стен коридора, который тянулся от орудийных платформ до самого носа корабля. Возможно, хотя и маловероятно, повелители ночи организовали подобие телепортатора дальнего действия, прежде чем их корабль развалился. Если принять во внимание другие их деяния, это не выглядело чересчур странным. Орудийная палуба состояла из главного, почти километрового коридора и проходов, которые вели к орудийным башням и располагались через каждые 200 метров. Эти башни были независимыми укреплениями. В них находились макропушки и ракетные установки ближнего боя. Башни предназначались для отражения абордажных атак. Корсвейн видел, что защитные переборки ближних платформ опущены и изолируют их от прочих помещений корабля. В его голове не укладывалось, каким образом атакующие сумели разрушить такое количество платформ за такой короткий срок. Невооруженные члены экипажа, одетые в простую черную форму, числом до нескольких дюжин, проносились мимо в сторону кормы. Эти люди явно спасались от сражения. Дитей ужас стыл во взглядах беглецов. Они не обращали внимания на призывы Синишаля остановиться и объяснить происходящее. Корсвейну еще не приходилось видеть закаленных мужчин с таким страхом в глазах. Раздался еще один яростный пушечный залп. Синишаль и его телохранители тяжелыми шагами бросились навстречу битве вдоль по коридору. Палубный капитан Исаас должно быть отвечал здесь за все, но его коммуникатор молчал, не откликаясь на вызовы Корсвейна. Вполне вероятно, капитан был уже мертв. Под грохот рвущихся гранат горстка темных ангелов отступала в главный коридор. В 50 метрах вдоль по коридору в дверном проеме четвертой орудийной башни ярко вспыхивали болтеры. Два огнемета поливали брешь горящим прометтием. В проломе ярко полыхнуло. Авточувства Корсвейна сработали. Мир ненадолго потускнел. Розовое и синее пламя ворвались в проход, заодно швырнув туда же горящие тела двух темных ангелов. Синишаль никогда не видел подобного оружия. Он бросился вперед, на ходу вынимая пистолет и силовой меч, но тут же наткнулся на группу легионеров. Атакованные воины катались по полу, разноцветный огонь плясал на их броне, которая таяла словно под воздействием плазмы. Вопросы и приказы замерли у Синишалина губах, как только он добрался до дверного проема башни и увидел, что находится внутри. На мгновение всякое здравомыслие его покинуло. В помещении орудийной башни пылал разноцветный огонь. В самом сердце слепящего ада прыгали и кувыркались странные силуэты. За годы службы в Первом Легионе Корсвейну доводилось встретиться со многими странными противниками. Но эти чужики на них не походили. Они, казалось, сами состояли из пламени. Безголовые, безногие тела с лицами на груди, с длинными нескладными руками. Обильный огонь извергался из похожих на глотки отверстий на концах этих рук. Туловища заканчивались волнистой кромкой там, где должны были находиться ноги. Существа скакали туда-сюда, извивались, скручивались, рьяно поджигали все вокруг под треск пожара и с нечеловеческим визгом и хохотом. Корсвейн ощутил, как вскинутый для стрельбы пистолет тяжелее. Синишаль прицелился, и впервые в жизни оружие задрожало в его руке. Глаза, созданные из ослепительно белого огня, внимательно и злобно взирали из самого сердца преисподней. Прожигали душу синишали насквозь, точно так же, как огонь плавил броню темных ангелов. Корсвейн словно заглянул в безграничную пламенную бездну, и в его памяти остался след раскаленного клейма. Синишаль стрелял, но в огне болты взрывались прежде, чем достигали цели. Существа уже добрались до дверного проема, языки пламени лизали пол главного коридора. Корсвейн прицелился и двумя болтами разворотил устройство аварийного управления. Переборка с грохотом опустилась вниз, прямо перед безумными чужаками, отсекая адский огонь, после чего наступила жуткая тишина. Пока Корсвейн пытался понять, что же он увидел, переборка в самом центре раскалилась до бела. Атакующие использовали свой противоестественный огонь, пытаясь прожечь насквозь дверь метровой толщины. Полосталь на глазах синишаля сочилась каплями сплава, будто источала пот. По лбу самого Корсвейна тоже струился пот. сомнений, что всего через пару минут существа вырвутся на волю. В наступившей тишине Корсвейн смотрел на других темных ангелов, подобно им ошеломленный странностью происходящего, и не знал, что сказать, не мог вымолвить слова приказа. Синишаль раздался предостерегающий крик брата Аллортеса, одного из телохранителей Корсвейна. Корсвейн обернулся в сторону кормы и увидел мощный воздушный вихрь, похожий на те явления, которые уже происходили, когда корабль попал в разрыв варпа. В ядовитых испарениях формировались фигуры. Чудовищные красные собаки с чешуйчатой плотью и клыками из железа. Хвосты заканчивались ядовитыми шипами. Броня защищала головы до самой шеи. Адские псы уже полностью оформились. Их ворчание и рык разносились по коридору. В мгновение ока твари очутились перед космодесантниками. Синишаль вспомнил старинные легенды Калибана. Страх и ненависть охватили его. Подходящее слово само пришло на ум. Не Филла. Корсвейн внезапно понял, что инстинктивно выкрикивает, казалось бы, совершенно невозможный для темного ангела приказ. Всем отступить! Отступить и запечатать орудийную палубу! Он попятился к ближайшему транспортеру, стреляя из пистолета по чудовищным собакам, хотя понимал, что болты не возымеют большого эффекта. Другие темные ангелы были с ним, наполняя коридор вспышками болтерных выстрелов. Свистящий звук открывшихся за спиной дверей наполнил Синишаля таким чувством облегчения, на какое он не считал себя способным. Корсвейн с благодарностью в душе отступил в другое помещение корабля, в то время как громадные бестелесные собаки скачками неслись к нему по коридору. Остаться значило умереть. Стены зала навигаторов мерцали, предвосхищая то, что вскоре должно было появиться. Фиана заранее видела образы чудовищных существ, которые скребли и хватали лапами естество корабля. Ее третий глаз позволял наблюдать, как это происходит. Каиден стоял возле выхода. В левой опущенной руке он держал бесполезный лазерный пистолет. Правой рукой опирался о косяк открытой двери, изучая пространство тамбура не столько глазами, сколько иными чувствами. Тут чисто, сообщил Каиден, обернулся и взглянул на Фиану поверх высокого воротника ярко-красного кителя. Киафа, следуй за Каиденом, Анеис, останься со мной. Фиана проводила родных братьев последним взглядом, поднимаясь по закрученной по спирали дорожки, которая вела к навигационному пилястру. Нечто большое и похожее на слезняка волокло свою массивную плоть по ступеням эскалатора, становясь все более плотным по мере продвижения из варпа. Фиана сдвинула металлический обруч, под которым прятался третий глаз, и подняла кожистая века, покрывавшая шар. Она сосредоточилась на привидении, становившемся все плотнее, и направила на него тот самый поток энергии, который позволял проникать сквозь завесы варпа. Здесь, в материальном пространстве, он вырвался подобно черному лучу, и хлестнул бестию между колышущимися отростками на зубастой утробе. Существо сморщилось и увяло под психическим взглядом. Иллюзорная форма превратилась в рваные клочья тумана, как только энергия, которая связывала чудовище с материальным миром, была отправлена назад в варпространство. Крик Фианы прозвучал, будто сигнал тревоги. Заметив, что существа во множестве собрались в коридоре снаружи, Фиана поспешила присоединиться к другим навигаторам. Крылатые призраки с когтями крючем и висели, зацепившись за вентиляционные отверстия в потолке. Твари тащили Киану вверх, уцепившись за капюшон ее балахона. Нормальным зрением Фиана могла разглядеть некое неясное пятно еще выше. Отчаянный навигатор тем временем пытался развернуться и взглянуть третьим глазом на поймавших его тварей. Третий глаз самой Фианы видел двух существ, похожих на горгулий, с длинными когтями и камнеподобной плотью. Каиден и Анеис, действуя сообща взглядом, словно потоком воздуха, выдули отвратительных тварей назад в имматериум, из-за чего освободившийся Каафа тяжело рухнул на пол. Он схватился за лодыжку и поискал Фиану глазами, в которых стояли слезы. «По-моему, у меня нога сломана», простонал он. «Они проникают сквозь стены», сказал Анеис. Силуэты, подобные человеческим, но вместе с тем совершенно иные, текли сквозь ничем неприкрытые переборки из пласта лиц и собирались вокруг навигаторов, слишком многочисленные, чтобы их уничтожить. «Подбери своего брата», велела Фиана Каидену. Она ухватила Анеиса за плечо, потащила его прочь и толкнула в сторону двери, устроенной в ближайшей переборке. Нечто пузатое и одноглазое уже оформилось в темной, склизкой и ржавой луже, которая растекалась по полу поперек коридора. «Надо расчистить путь», сказала Фиана. «Путь? куда?» спросил Анеис. Его юное лицо от страха стало бледным, почти белоснежным. «К стратегиуму! Мы должны добраться туда и защищать льва!» Восстановив душевное равновесие, Корсвейн сделал все, что мог и постарался организовать оборону орудийной палубы, но противостоять таинственным захватчикам оказалось почти невозможно. Было ясно, что разрозненные попытки вторжения происходят не только на орудийной палубе непобедимого разума и даже не только на палубах по правому борту. Многочисленные вражеские очаги сопротивления, явно нацеленные на захват отсека варп-сердечника, расползались по всему пространству корабля. Противники материализовывались позади линии обороны, словно насмехаясь над любыми физическими преградами. И тогда Корсвейн мобилизовал команду судна, создав патрули численностью до сотни. Близ стратегиума Синишаль и его телохранители столкнулись с леди Фианой и ее семьей. Навигаторы, которых охранял сержант Амаил со своим отделением, находились в метении и выглядели измученными, но ни один из них, кажется, не получил серьезных ранений. Синишаль освободил Амаила от обязательств и отправил его на машинную палубу, где шел затяжной бой. Как только группа достигла стратегиума, взглядом темных ангелов открылась неожиданная картина. Тут не было признаков борьбы. Техники спокойно и четко выполняли свои обязанности, старательно игнорируя разыгравшуюся рядом сцену. Лев находился в центре помещения. Перед ним на коленях, низко опустив голову, стоял темный ангел в белом стихове поверх черной брони. Брат искупитель Немиев с пистолетом и Крозиусом, окруженной охраной, навис над коленопреклоненным легионером. Подождите здесь, тихо сказал Корсвей навигатором и жестом показал, что следует держаться в стороне. Лев услышал шепот и перевел взгляд на Синишаля. Ты нечаянно явился как раз вовремя, маленький брат, сказал примар. Я столкнулся с дилеммой. Мой лорд, я не знаю, что тут происходит, но думаю, с этим можно повременить. Мы нуждаемся в ваших приказах. Корабль упорно атакует существа, практически неуязвимые для нашего оружия. Клятва преступника следует покарать немедленно, сказал Немиил. Приблизившись, Корсвейн узнал легионера, который стоял на коленях. Свой шлем темный ангел держал в руке, лицо наполовину скрывала волна черных волос. Это был брат Осмодей, бывший библиарий. Клятва преступник, переспросил Корсвейн, я не понимаю. Мой маленький брат нарушил Эдик, сообщил Лев, хотя и без гнева в голосе. Когда началась атака, он нарушил Никейский Эдик и развязал силы своего разума. Он совершил колдовство, прорычал Немиил. Ту же самую мерзость творили повелители ночи, которые как раз сейчас угрожают нашему судну. Это надо обдумать, брат Искупитель, сказал Лев. Я еще не огласил свой приговор. Никейский Эдик подлежит безоговорочному выполнению, мой лорд, возразил Немиил. Воины библиарии должны были укоротить свои силы. Осмодей нарушил присягу, а ведь он клялся. Разве это работает, поинтересовался Корсвейн. Что, удивился Немиил, обратив череполитий шлем в сторону Синишаля. Осмодей, разве твои способности помогают уничтожать врага? Бывший библиарий ничего не ответил, но посмотрел на Примарха и кивнул. Интересно, произнес Примарх. Взгляд его зеленых глаз остановился на Корсвейне, как будто Лев попытался заглянуть в мысли своего Синишаля. Я видел, сам лично, что там было, они. Корсвейн замолчал, не решаясь произнести подходящее слово. Потом он вздохнул и продолжил. Мы столкнулись с нефилами, мансиньор, или с чем-то на них похожим. Они не являются полностью материальными, и их неестественной плоти наше оружие причиняет слишком мало вреда. Это создание Варпа, прославленный Примарх. Леди Фиана подошла ближе, и темные ангелы обернулись. Они созданы из вещества самого Варпа, к тому же разрыв позволил им явиться в наш мир. Их нельзя уничтожить, можно только отправить обратно. Взгляд нашего третьего глаза способен причинить им вред. Это правда? спросил Лев и положил руку на плечо Асмодея. Ты своей силой сумел причинить вред атакующим? Из Варпа они приходят, и силою Варп могут быть изгнаны опять, ответил Библиарий. Лев наклонился и поднял легионера на ноги. Тот встал, на миг встретился взглядом с Примархом и тут же отвернулся. Брат-искупитель прав, мансиньор, я клялся, и я нарушил клятву. Тяжкое преступление, и оно, без сомнения, должным образом подлежит суду. Как только нынешняя проблема решится, сказал Лев. Он посмотрел на Немиила. Есть еще два Библиария на борту. Это Хасваил и Альберин. Доставьте их сюда. Это ошибка, мансиньор, качая головой произнес Немиил. Мерзости, что атакуют нас эти самые нефилы. К тому же, я поклялся блюсти Никейский и Дик. Если развязать ответное колдовство, оно с новой силой против нас же и обернется. Подумайте еще раз, мансиньор. Я отдал приказ, брат-искупитель, сказал Лев, выпрямляясь во весь рост. Которому я не могу последовать, твердо возразил Немиил. Хотя Корсвейн видел, как руки капеллана, воспротивившегося воле своего примарха, трясутся от напряжения. Моя власть абсолютно, напомнил Лев, и сжал кулаки. Его губы раздвинулись, обнажив блестящие зубы. «Никейский эдик, изданный императором, мансиньор», произнес Немиил, «нет власти выше». «Хватит». Львиный рык оказался настолько громким, что авточувство Корсвейна приглушили звук, будто рядом грянул взрыв. Синишаль так до конца и не понял, что случилось дальше. Лев шевельнулся, и через долю секунды расколотый череполитий шлем уже летел вращаясь, в свете тусклых огней стратегиума, оставляя в воздухе кровавую дугу. Обезглавленный труп Немиила с грохотом рухнул на пол. Лев скинул и показал руку в окровавленной и утыканной осколками кирамидоперчатке. Корсвейн, в ужасе от случившегося, поглядел своему примарху в лицо. На мгновение он увидел выражение удовольствия. Глаза льва блестели, когда он наблюдал дело своих рук. Через секунду все исчезло. Лев, казалось, понял, что он совершил. Лицо его исказилось от боли, когда он опустился на колени рядом с останками брата-искупителя. Мой лорд! У Корсвейна не было слов, но как синишаль он понимал, что нужно действовать. Мы позже оплачем его, отозвался Лев. Примарх встал, продолжая рассматривать тело Немиила. Наконец, он оторвал взгляд и перевел его на леди Фиану, которая вздрогнула, будто от удара. Бледную плоть ее правой щеки пятнали три капли брызнувшей крови. Передай библиариям, они освобождаются от нитейской клятвы. А вы, леди Фиану, вместе с членами вашей семьи поведете моих воинов. Кор, собери восемь отрядов для контратаки. Восемь, мансиньор, три отряда для библиария, а также по одному для каждого навигатора, я так понимаю. Остальных поведу я? Нет, я сам, возразил Лев. Ни одна тварь, ни Фила она или ни нефила не может просто так атаковать мой корабль. За это ее ждет неминуемое возмездие. Пять. Пока Синишаль собирал силы темных ангелов, Лев отправился в свою личную оружейную комнату. Внутри этой украшенной камнем палаты примарха ждали слуги легионов. Все пятеро были облачены в темно-зеленые стихари, обуты в тяжелые ботинки, а на руках носили перчатки. По пути Лев не столкнулся ни с одним врагом, и обстановка оставалась спокойной. Однако, на всякий случай, у каждого человека на поясе висел пистолет. Сообщения о нападениях приходили все чаще. По мере того, как нефила или иной нематериальный противник, казалось, расширяли разрыв в арте, позволяя сородичам во множестве появляться на корабле. Стены палаты сплошь покрывало развешенное оружие, великолепное в своем разнообразии, сделанное специально для примарха или взятое в качестве трофея. То, что осталось от культур сотен миров, завоеванных во время Великого Крестового Похода, теперь находилось здесь. Главным был калибанский короткий меч, подаренный льву лютером в тот день, когда его приняли в рыцарский орден. Этот простой клинок занимал почетное место в самом центре. Коллекционирование оружия было единственным проявлением претенциозности льва. Он подолгу оставался в этой комнате, размышляя о том, как много способов убийство врага изобрело человечество. Впрочем, в последнее время он чаще находил себе приют в тронном зале. Примарх помедлил в раздумье, прошел вдоль стен, то и дело касаясь любимых вещей, проводя пальцами, закованными в броню перчатки, по лезвиям и шипам, оценивая искусную работу оружейников. К войне, как и к другим своим занятиям, человечество подходило творчески, вникая в суть дела и являя гений даже там, где технологии оставались на варварском уровне. Многие предметы были слишком малы для примарка. Они находились в коллекции оружия только по причине красоты, в то время как некоторые могли и послужить. Мечи обычных мужчин в руке льва становились ножами. Кое-какие были уже устаревшими, древними изделиями, в то время как при создании других использовались технологические усовершенствования, мономолекулярная кромка, генераторы силового поля или гальванопластика. Здесь были спаты, длинные мечи, полуторные мечи, мечи с корзинчатой гардой, фламберги, рапиры, обычные сабли, скимитары, хопиши, калишемарды, тальвары, двухлезвийные шотели, фальчионы, мизерикордии и абордажные кисаки, шипованные перчатки, мирмексы, цесты, кастеты, басиларды, стилеты, гирки и даги, сикачи, боевые серпы и кописы, боевые мотыги, палицы, клевцы, булавы, кистени, моргенштерны, боевые кувалды и молоты, топорики и томогавки, секиры и топоры с двусторонним лезвием, бородовидные топоры и кеслы, пики, протазаны, фаучхарды, сорисы, вулжи, топоры почеберы, кабаньи топоры, копья трезубцы, алибарды, косы, короткие пики и хасты. Примарх не торопился, он дал себе время поразмыслить о враге, с которым сегодня предстояло встретиться. В юности льву приходилось убивать нефил голыми руками, хотя все они были почти неуязвимы для любого мыслимого оружия. Это было его наследие, наследие примарха. Сегодня он решил вооружиться, выбрав два клинка. С точки зрения обычного мужчины они были тяжелыми палашами-полуторниками. Но примарх легко удерживал каждый такой палаш в гигантском кулаке. Великолепные мечи изготовил калибанский мастер, имя которого история не сохранила. Имена самих мечей были причудливой вязью, начертаны по краю каждого клинка. Надежда и отчаяние. С целью уменьшения веса каждый клинок имел желоб. Лезвия, более острые, чем из любого металла, невероятно прочные и не нуждающиеся в заточке, мастер изготовил из кристаллического соединения. Когда-то один из магистров орденов использовал эти мечи как церемониальные. Лев, обнаружив их, был очарован блеском лезвия. Он настоял на сделке, отдав взамен безукоризненную вороненую саблю, сделанную собственноручно. Вооружившись двумя клинками, примарх присоединился к своему отряду, который как раз собрался вдоль главного шлюза над реакторным отсеком и варп-ядром. Здесь шла самая ожесточенная борьба. Нескольких раненых легионеров вытащили на пандус, их многочисленные раны ужасали, ожоги и порезы, полученные, несмотря на броню и доходившие до самых костей. «Сражайтесь с гордостью, умрите с честью!» воскликнул лев и поднял меч, приветствуя маленьких братьев. Они, исполненные решимости, выстроились позади примарка, пять шерен по пятьдесят воинов в каждой. Коридоры были завалены мертвецами, погибли в основном незащищенные броней слуги и люди из экипажа корабля. Их разорванные трупы громоздились кровавыми кучами в проходах, у одних не хватало голов или иных частей тела. Другие походили на глыбы обугленной плоти. Некоторые мертвые тела специально разместили рядом друг с другом и придали им непристойные позы. Примарх зарычал от отвращения. Тут и там мухи и личинки уже ползали по убитым, проникая им под кожу и перуя в безжизненных глазах. Лев слышал приглушенную брань своих воинов. И не прерывал ее. Он испытывал желание произносить такие же проклятия. Наткнувшись на двух мертвых темных ангелов, примарх остановился и опустился перед ними на колени. Броня воинов была полурасплавлена, словно под воздействием кислоты. Кожа выглядела рябой из-за пузырей и бубонов. Колебан иногда подвергался странным эпидемиям. Ископление тройных гнойников, изуродовавшие кожу погибших космодесантников, показались льву знакомыми. «Мы должны сжечь мертвых, чтобы инфекция не распространилась», сказал он мрачно, поднимаясь на ноги. Полоса слизи, словно оставленная улиткой, но только метровой ширины, удаляясь от тел, исчезала в одном из проходов, примыкавших к главному коридору. Примарх выделил отряд и поручил ему поиски существа, оставившего след. Оно скорее всего отправилось к отсекам главного двигателя, которые находились впереди на расстоянии в несколько сотен метров. Восемь нефил выпрыгнули, словно ниоткуда, и очутились перед примартом. Разрыв в арпе настолько увеличился, что атакующие материализовались почти мгновенно. Они смутно походили на гуманоидов с тощими, сутулыми телами и крепкими руками. Ноги смахивали на собачьи лапы. Плоть кровавого цвета слегка шелушилась. На удлиненных головах росли черные ветвистые рога. В когтистых руках твари держали треугольные мечи из блестящей бронзы. Ярко-белые огненные глаза оценивающие оглядели льва. На это ушло мгновение. Чудовища облизнулись, проводя по иглоподобным зубам раздвоенными языками. После того, издав боевой рык, нефилы разом подняли мечи и устремились к льву, чтобы атаковать. Он не стал ждать их приближения, а вместо этого прыгнул навстречу врагу. Надежда в левой руке примарха парировала взмахи двух клинков, направленные ему в пах. В то время как отчаяние пронзило шею одной из тварей, легко войдя в нематериальное тело. Когда тварь взорвалась фонтаном крови, обливая энергией, оставшиеся существа, ничуть не пораженные странной смертью собратов, попытались окружить примарха. Взвыли и затрещали болтеры, а остальные темные ангелы изо всех сил старались помочь командиру. Взрывы болтов мало подействовали на нефил, зато отвлекли их. Описав надеждой широкую дугу, лев отразил занесенный клинок и рассек тела еще двоих атакующих, одновременно ударив отчаянием в лицо третьей твари. Клинки врагов били по черно-золотой броне, врезались в покрытые эмалью пластины так глубоко, как прежде не врезалось ни одно оружие, хотя плоть льва оставалась незадетой. Парируя еще один выпад адского лезвия, лев нанес косой удар и опустил отчаяние на голову нефилы, попытавшиеся зайти сзади. Палаш расколол черный рог и рассек красную кожу. Под плотью не оказалось черепа. Существо свалилось поверх багровой кучи своих уже мертвых собратьев. Через пару секунд, проведя серию ударов, лев истребил уцелевших противников, и его броня оказалась залита липкой красной жижей. Невероятно, но эта жижа пахла кровью, хотя у твари не было ни вен, ни артерий, ни сердец, способных ее перекачивать. Приказал ей без промедления двигаться с левом. Сам он пошел вперед, расплескивая кровавые лужи. По дороге примарк связался со стенем, который оставался в стратегии. Сколько времени уйдет на то, чтобы запустить двигатель, капитан? Спустя несколько секунд пришел ответ. Менее двадцати минут, монсеньор, у нас возникли некоторые проблемы. Враг преследует инженеров варп-сердечника и рвется в реакторный отсек. Лорд Корсвейн и Леди Фиана пытаются пробиться туда через кормовую палубу. Я встречу их в главном отсеке сердечника, капитан. Лев перешел на бег и быстро оставил позади свой отряд темных ангелов. Корсвейну было лишь чуть лучше от присутствия Леди Фиана. Взгляд третьего глаза навигатора подавлял врага, однако сама она быстро уставала и между двумя атаками требовалось несколько минут отдыха. В такие минуты темным ангелам приходилось защищать женщину при помощи обычного оружия. Массированный огонь и особенно мощный выстрел из лазерной пушки могли уничтожить Нефилу. Впрочем это было нелегко, отряд расходовал боеприпасы и энергетические модули с потрясающей скоростью. Добираясь до транспортеров и лестничных пролетов, которые вели к отсеку варп-сердечника, космодесантники потратили более половины обоев. На своем двухкилометровом пути они сталкивались со все более многочисленными и ужасными противниками. Тут были парящие, подобные драконам бестии, покрытые бритвенно-острыми когтями и с жадными ртами, которые могли в несколько мгновений прогрызть броню легионера. Встречались и шестиногие сущности с гигантскими как у амаров клешнями и с сочащимися ядом языками, похожими на бичи. Постоянно меняющиеся призраки со зловеще ухмыляющимися рожами на груди впрыгали, крутились и спускали из кончиков пальцев колдовской огонь. Отряд Корсвейна, первоначально состоявший из 200 темных ангелов, теперь сократился вдвое. 28 воинов погибли или были отправлены в Апотекарион. Остальные перешли в Ариергард, чтобы держать оборону против врага, способного материализоваться где угодно. Синишаль в сопровождении личной охраны спускался по главному трапу в недра машинных палуб. Другие отряды тем временем разделились, чтобы зачистить второстепенные пути проникновения. На каждом шагу во множестве попадались убитые люди из экипажа корабля. Среди обезглавленных и выпотрошенных трупов были и легионеры. В их черной броне зияли дыры, ужасно изуродованная плоть мертвецов скорчилась. Корсвейн не понимал, чем нанесены такие страшные раны. Очутившись на нижней палубе, он в смятении еще крепче сжал рукоять болт пистолета и силовой меч. Здесь было пусто, если не считать распухших останков инженеров и слуг. Их тела испускали зловоние мертвичины. Водоводы высокого давления, кабели и трубы, проложенные вдоль стен коридора, оказались затронуты разрушением и гнилью. Отмечены пятнами ржавчины, местами покрыты мхом и даже водорослями. Стеней ни за что бы не допустил подобного убожества на своем корабле. Волей-неволей, но напрашивался вывод. Обветшание стало побочным результатом присутствия нефилы. Нечто похожее творилось уровнем ниже, враг не обнаружился и там. Собрав 60 темных ангелов, Корсвейн приготовился к спуску на палубу варп-сердечника. Коридор и лестничные площадки, казалось, гудели от переполнявших энергии, но не только из-за реактора, питание которого обеспечивала эта зона корабля. Напряжение пронизывало даже воздух, мысли омрачала невидимая тень. Присутствие варпа тут почти абсолютное, предупредила Фиан. От усилий ее лицо застыло в напряженной гримасе. Под стекал по лбу и щекам, губы дрожали. Сигнала тревоги нет, иначе я подумала бы, что варп-сердечник разрушен. Сохранять бдительность, приказал Корсвейн воином, и тут же понял, что это излишне. Все и так находились на взводе. Не расслабляйтесь, убивайте все, что движется. Он повел отряд вниз, к сектору варп-сердечника. Стены здесь были покрыты металлом, толстым ферракритом с прослойками адамантия. Палуба имела овальную форму. Главный коридор шел по периметру вокруг отсека сердечника. Боковые коридоры вели к контрольным станциям и караульным помещениям. Покойники лежали повсюду. Некоторые были страшны, до неузнаваемости искалечены и больше не походили на людей. Продвинувшись на 100 метров, Корсвейн насчитал семь темных ангелов. Судя по цвету брони, двое были технодесантниками. Ближняя дверь, через которую можно было добраться до варп-сердечника, теперь находилась на расстоянии 50 метров. Близ нее груды мертвых тел оказались еще выше. Позади прогремели выстрелы. В тот же миг из дверей отсека в варп-сердечниках плынула волна нефил. Они были одинаковыми. Маленькие твари с лицами на груди. Их противоестественная плоть сияла розовым светом. Существа прыгали и катились кувырком вдоль по коридору. Искры и струйки пламени вырывались из кончиков растопыренных пальцев. Темные ангелы открыли огонь. Град болтов встретил нефил на 50-метровой дистанции. Корсвейн несколько раз выстрелил из пистолета, поражая одну и ту же цель. Пока наконец существо не треснуло, исторгнув из ран облака розового тумана. Вместо того, чтобы упасть, нефила принялась дрожать и бешено крутиться. Вибрирующий крик вырвался из ее безгубого рта. Корсвейн прекратил стрельбу, пораженный тем, что произошло дальше. Розовая нефила видоизменилась, отрастила дополнительную голову и разделилась надвое. Розовый окрас сменился фиолетовым, существа с различимым треском получили самостоятельную жизнь. Угрожающе согнув пальцы, синие существа зарычали и, нахмурившись, устремились на атакующих космодесантников. То же самое происходило и с другими созданиями, попавшими под огонь. Они лишь разделились, чтобы возродиться в новых формах. Розовый поток тварей стал розово-синим. Стреляя в полуавтоматическом режиме, Корсвейн двинулся вперед с поднятым мечом. До синей массы врагов оставалось лишь несколько шагов, когда черный и сушеный луч прошел мимо синишага. Это был взгляд третьего глаза леди Фиана. Он расчистил проход, проделав брешь в массе нефил и превратил их в синие и розовые искры, которые тут же рассеялись. В пистолете Корсвейна закончились патроны. Он взмахнул мечом и ударом силового клинка отсек протянутую руку ближайшей твари. Эффект получился странным. Движение меча не замедлилось, как это бывает, когда он попадает вплоть. Не произошло и внезапного сотрясения, которое возникает от удара по броне. Ощущение походило на удар по воображаемой резине, которая под напором прогнулась, а затем обрела прежнюю форму. Третий глаз Фианы снова сверкнул, расчистив дорогу темным ревели болтеры, раздавался виск цепных мечей, принадлежавших сержантам, и треск от ударов силовых кулаков. Огонь подступил со всех сторон. Он потрескивал вдоль края брони, проникаясь сквозь щели и стыки. Пламя охватило правый наколенник Корсвейма. Краска лущилась, обнажая керамид, который тоже начал отслаиваться. Разрубив ударом меча хищное лицо нефилы, Сенешаль бесстрастно отметил, что огонь не дает дыма. Это сбивало с толку больше, чем охватившее его ногу пламя. Край шкуры, висевший на спине Корсвейна, загорелся. Но прежде чем пламя распространилось, нефилы рассеялись так же поспешно, как до этого материализовались. Обернувшись к противнику, Сенешаль понял, что все они уничтожены. Разноцветный туман завис в воздухе, как будто капли краски в невесомости. Перед тем, как перезарядить пистолет, Корсвейн связался с примархом по прямому каналу. Мансеньор, мы собираемся войти в отсек варп-сердечника. Насколько близко от нас вы находитесь? Двумя палубами ниже, маленький брат. В голосе льва не было напряжения, хотя последующие его слова выдали то жестокое сопротивление, которое приходилось преодолевать примарху. Фоновые звуки радиопередачи состояли из дикого воя и нечеловеческого визга. Внезапно шум оборвался. Я сейчас столкнулся с парой десятков врагов. Понадобится некоторое время, чтобы с ними разделаться. Мой отряд выдвигается наверх, он примерно в трехстах метрах позади меня. Обороняй отсек сердечника. Я в самом скором времени буду у тебя. Подтвердив получение ответа от примарха, Корсвейн своих воинов, не досчитавшись на этот раз семерых, погибших. После этого он направился ко входу в отсек сердечника. Высота портала достигала нескольких метров. Сама дверь, хотя и оставалась на своем месте, оказалась пробитой взрывом и насквозь расплавленной. Достаточного размера отверстия позволяли проникнуть внутрь. Корсвейн ожидал, что вход будут оборонять, но ни одна нефила не выступила против появившихся в проеме темных ангелов. Из отсека наружу рвались визги и вопли. Это были очень высокие, невозможные для человека звуки. Пробравшись сквозь пролом с оружием на изготовку, Корсвейн очутился внутри отсека. Здесь, в центре высокого помещения с куполообразным потолком, находилась хорошо экранированная восьмиугольная конструкция, заключенная внутри и покрытая многочисленными защитными оболочками варп-сердечником. Выгравированные на корпусе знаки механикума образовывали сложные переплетения линии форм, залитых сверкающим металлом, особенно ярким на фоне самого сердечника, черного, как обсидиан. Десятки нефил, розовых и синих тварей, с которыми космодесантники только что воевали, иступленно бросились к сердечнику, царапали его когтями, пытались прожечь себе путь струями розового огня. Их крики были исполнены разочарования гнева. Другие твари вились вокруг конструкции, то падая, то карабкаясь вверх, подобно гигантским летающим акулам. Поглощенные своим стремлением разрушить варп-сердечник, нефилы не обращали никакого внимания на появившихся в отсеке темных ангелов. «Уничтожить их всех!» ряфнул Корсвейн, открыв огонь из пистолета. Залп темных ангелов, которые стреляли из болтеров, обычных и тяжелых, из лазерного оружия и ракетных установок, врезался в скопище тварей, собравшихся вокруг сердечника. Рассредоточившись в проходах, легионеры вели плотный убийственный огонь. Некоторые из них целились в сторону купола, поражая бестии, которые, молотя хвостами, падали вниз с пронзительными криками. Тела нефил, покрытые шипами и зубьями, подобные телам скатов, волнообразно подергивались при попадании. Из-за рассеивающейся энергии, комната наполнялась завихрениями миазмов. Темные ангелы продолжали стрелять так яростно, что вверх вздымались целые облака энергии варпов. Сквозь туман Корсвейн увидел, как шевельнулось нечто, возникшее из разрозненных фрагментов, дрейфовавших в комнате, подобно искрам огня. Оно превосходило размерами все, ранее виденное синишаля, и было выше самого высокого космодесантника, даже выше льва, хотя и не такое массивное. Длинная красная молния, вспыхнув, вылетела из тумана. С неистовой силой прошла насквозь ряды отделения сержанта Линьяна, раскалывая броню и поджаривая плоть темных ангелов. Дымящиеся тела, подброшенные взрывом, вдребезги разбились, а ферракритовые стены. То, что появилось из крутящегося водоворота умирающих птица держалась прямо, будто человек, хотя ее тощее искривленное тело опиралось на лапы, схожее с лапами ястреба или орла. Когти на ходу царапали металлический пол и высекали из него искры. Огненное одеяние не спадало с торса и колыхалось, словно под порывами противоестественного ветра. Руки твари были длинными и жилистыми. Когтя хана сжимала огненный посов, который постоянно менял свой цвет. Распростертые крылья занимали почти весь отсек, переливающиеся перья волочились по полу. У бестии было две головы, каждая на длинной чешуйчатой шее, одна гротескная, как у стервятника, другая наподобие змеиной. Гребни из длинных разноцветных перьев украшали эти головы, с перьев каплями стекал красный и синий огонь, а глаза... Корсвейн быстро пожалел, что встретился с пристальным взглядом твари, но уже не сумел отвернуться. Глаза Нефилы были черными, черными, как бездна межзвездного пространства, чернее самой мрачной пещеры Калибана. Синишаль увидел собственное отражение в глазных яблоках и бенового цвета. Это была крошечная фигурка, затерявшаяся в необъятном пространстве Вселенной. Мелкая, незначительная пылинка в окружении всех гнусностей мироздания. Нефила взмахнула посохом и снова многочисленные молнии заполнили отсек, разорвав в клочья еще полдюжины легионеров. Болтерные снаряды взрывались без видимого эффекта. Лучи лазганов отражались от крыльев твари, не перечиняя ей вреда. Леди Фиана выступила вперед, шагнув мимо Корсвейна. Она дрожала, но все же сдвинула обруч, который прикрывал третий глаз. Синишаль, отводя взгляд от Нефилы, успел заметить, как варп глаз навигатора метнул черный луч. Этот луч ударил существо в грудь и взорвался вспышкой темной энергии, заставил Нефилу отступить на шаг, но не более того. В испуге, судорожно хватая ртом воздух, Фиана снова использовала свой варп взгляд. На этот раз Нефила, оставив посох в одной руке, протянула вторую и остановила луч пальцами. Энергия прилипла к руке твари и заиграла между пальцами, как миниатюрный, но бурный поток. Чешуйчатая голова склонилась, исследуя сияющий сгусток силы. Змейные глаза сузились и уставились на Фиану. Рука метнула энергию назад в навигаторах. Тело Фианы окутала чернота. Женщина испустила пронзительный вопль. Ее сосуды запульсировали под кожей. Из глаз у шеи носа потекла кровь. Фиана упала и осталось лежать без движения. Корсвейн вновь попытался сосредоточиться на Нефиле и вскинул пистолет. Обе пары глаз существа оглядели отсек. Шеи вытянулись, чтобы в поле зрения попали все темные ангелы. Нефила размашистым жестом послала волну энергии, которая рухнул на спину рядом с порталом. Вытянувшись во весь рост, Нефила повернула к синешалю обе головы. Она выглядела расслабленной и, удерживая посох одной рукой, другой поглаживала свою огненную одежду. Когда все четыре глаза уставились на Корсвейна, нечто странное проникло в его мозг. Подобное происходило при вар переходе, но сейчас ощущение было острее и поразило саму сердцевину разума. Казалось, чужие пальцы копаются в мыслях и воспоминаниях, перебирая их по очереди. Синишаль пытался сопротивляться, но не сумел отразить ментальную атаку существа. Внезапно его конечности онемели. Он стал, но не по своей воле, а потому, что его заставили. Темные ангелы вокруг него едва-едва оправились от воздействия ударной волны, которую послала тварь во время предыдущей атаки. Корсвейн попытался смириться с близкой смертью, но это было так трудно. Прежде он ни за что не поверил бы, что закончат свою жизнь подобным образом, беспомощный, будто новорожденный, перед лицом непостижимого врага. Он хотел выругаться или посвятить свое последнее дыхание примарку и императору, но Синишалю отказали даже в такой чести, тело больше не принадлежало ему. Нефила выставила костлявый палец и поманила Корсвейна к себе. Лев бронированным ботинком отшвырнул собакоподобное существо и оно покатилось вдоль по коридору. Сделав полдесятка шагов, примарк обрушил удар мечей на спину пытавшегося восстановить равновесие противника. Существо развалилось натрое, оросив кровью палубный настил. Примарк остановился на мгновение, чтобы оценить ситуацию. 50-метровый трап, который ввел вниз к отсеку варп-сердечника, был свободен от врагов. Лев слышал, как его собственный отряд сражается где-то позади. Эхо болтерной стрельбы отражалось от стен, только что покинутой лестничной клетки. Он знал, что его маленькие братья находятся в ужасном положении, но должен был сосредоточиться на собственной цели, восстановить управление сердечником так, чтобы двигатели и поле гелера заработали. Примарх уже шагнул вперед, но в этот момент его коммуникатор загудел и раздался голос Корсвейма. Синишаль будто находился в напряжении и говорил сквозь стеснутые зубы, Монсеньор, путь к варп-сердечнику зачищен, приходите немедленно, здесь есть кое-что не поддающееся уничтожению. В коммуникаторе раздалось шипение, оно, оно хочет поговорить с вами. Всего через несколько мгновений Лев с разбега ворвался в отсек варп-сердечника. Темных ангелов там было несколько дюжин, но они стояли вокруг чудовищной птицеобразной нефилы, направив на нее оружие, но не стреляли. Рядом с тварью находился Корсвейн, тоже неподвижный, на расстоянии всего нескольких метров, бессильно свесив руты. Прекрати атаку, иначе он будет уничтожен. Эти слова проникли в сознание льва напрямую, минуя слух. Голос был мягким, мелодичным и контрастировал со свирепым, грубым обликом существа, хотя без сомнения говорило оно. Намерения нефилы были ясны. Примарх остановился и приготовил мечи, чтобы защищаться. Его воины не реагировали на происходящее. Очевидно, слова предназначались ему одному. Лев не знал, была ли пассивность космодесантников добровольной или вынужденной. Но в любом случае, сейчас они находились в серьезной опасности. Не я атаковал первым, сказал Лев, подходя к призраку ближе. А теперь тебе следует уйти и впустую потратить столько усилий. А ведь они потребовались, чтобы попасть сюда. Я долгое время искал тебя, Лев Калибана. Голос существа казался знакомым, словно пришел из полузабытого сна. Лев не знал, где и когда слышал его прежде, но понимал, что это происходит не впервые. На дне разума шевельнулись неопределенные воспоминания о просьбе и мольбе. Да, это верно. Я прежде приходил к тебе. Убирайся из моих мыслей. Лев сделал шаг влево и сосредоточился, пытаясь вытеснить существо из своего разума. Он представил себе поднятый, будто для отражения физического нападения щит. Это была уловка, которую он освоил, выслеживая Нефил на колебание. Одна голова птицеподобной бестии повернулась, чтобы следить за примарком своим непостижимым взглядом. Другая неподвижная продолжала наблюдать за Корсвейном. Такое могло бы сработать в материальной вселенной, но не здесь. Ты в моем мире или в крайнем случае балансируешь на его грани. На сей раз тебе не удастся меня игнорировать. Я не веду переговоров с чужаками, заявил Лев и сделал еще несколько шагов влево, сокращая расстояние между собой и Нефилой. Чужак! Я чужак! В голосе появилось отчаяние. Я не какое-нибудь простое создание из твоей вселенной, а нечто куда большее. Я дающий и принимающий. Перекресток судеб, мастер параллелей. Передо мной лежит прошлое и будущее. Не принимай меня за мелкого противника, которого можно победить силой рук. Ты не сумеешь предложить мне нечто такое, что я принял бы. Теперь Лев находился позади твари. Змейная голова все еще глядела на него, не мигая. Стервятник тем временем продолжал пронизывать Корсвейна взглядом. Неправда. Ты не желаешь власти, это понятно. Твои амбиции прискорбно недоразвиты по сравнению с одной из твоих способностей. Ты счастлив тем, что позволяешь своим братьям жить в свете величия вашего отца. Ты даже готов пожертвовать собой, лишь бы сохранить верность воспоминаниям о том, что было однажды. Лев продолжал двигаться по кругу, и шеи нефилы скрутились. Он противился притягивающей силе, скрытой в словах существа. Эти слова словно эхо перекликались с ядовитой насмешкой ночного призрака. Свобода, Лев Калибана, я могу дать тебе свободу. Ты сам знаешь, что эти мелкие существа тебя не заботят. Они только отвлекают тебя. Их слабости, их мелкие ссоры, все это ненужные пустяки, которые следует избегать. Даже война, которую ты ведешь, не имеет значения. Нельзя отдавать Хорусу победу. Победа Хоруса не твоя забота. Все вокруг бренно, даже жизнь великого магистра войны. Я был свидетелем взлетов и падений каждой цивилизации во вселенной. Ни одна не устояла, все поглотил хаос. Это слово хаос нашло болезненный отклик в мыслях самого льва. Он мельком увидел вечность, энтропию постоянно меняющейся вселенной, новые жизни, рождающиеся и смерти, звезды, гаснущие ради создания новых миров, миры, которые умирали, чтобы сформировались новые звезды, и все это в постоянном движении. Император указал нам новый путь, и правда Империума переживет вечность. Смех раздался под сводом черепа примарк. Глупец! Ваш Император никто иной, как мошенник с большими амбициями. Его Империя всего лишь одна из доктрин человечества. Она падет так же легко, как и остальные. Слова были произнесены с презрением, и все же они заронили искру надежды в грудь льва. Тварь говорила об Императоре в настоящем времени. Это означало, что повелитель человечества все еще жив. Нефила больше не могла следить за львом змеиными глазами, и на миг оторвало пристальный взгляд от Корсвейна. Змеиная голова кочнулась к Сенешалю, в то время, как личина стервятника переместилась к примарк. Это была та самая доля секунды, необходимая льву. Прежде чем пристальный взор вновь обратился к Корсвейну, лев ринулся к Нефиле с мечом в вытянутой руке. Она отреагировала поразительно быстро, развернувшись в его сторону. Посох поднялся, чтобы извергнуть пучок ветвистых молний. «Убей эту тварь, Кор!» прорычал лев, когда гирлянда потрескивающей энергией окутала его, наполняя болью руки и ноги, голову и грудь. С ревом примарк вырвался на волю из окружившей его сети молний, все еще стараясь поразить тело Нефилы мечом. Собравшиеся вокруг темные ангелы открыли огонь, и существо оказалось под градом их выстрелов. Корсвейн отпрыгнул подальше, болт-пистолет Сенешаля выстрелил очередью. «Предсказуемый дурак!» Посох Нефилы взметнулся, парируя первый удар льва. Существо свернуло крылья и крутанулось, уйдя с линии атаки примарк. Змеиная голова обнажила клыки и попыталась вцепиться ему в горло. Лев сделал полшага и бросил надежду, удар которой отклонила Нефила. Его пальцы, закованные в латную перчатку, сжали тонкую змеиную шею. Примарк намеренно рухнул на пол и, не размыкая хватки, потащил Нефилу за собой. Ее грудь напоролась на приготовленное для этого острие отчаяние. Поврежденная, но не убитая, Нефила пришла в ярость и вырвала рукоять меча из руки примарка. Крылья снова распрямились. Теперь они были как у летучей мыши и сияли золотом. Клюв стервятника ударил в шлем льва, в то время, как другая голова попыталась освободиться от его захвата. Отчаянно молотя крыльями, тварь хотела подняться и отстраниться, но Лев, не ослабляя хватки, потянул ее назад. «Видишь, как это бывает!» прорычал Лев и снова взялся за рукоять меча, лезвие которого оказалось полностью погруженным в Нефилу. Он ощутил момент контакта. Нечто, глубоко спрятанное в нем самом, соединилось с сущностью Нефилы. Его гнев бушевал, прокладывая себе путь сквозь руку, через кулак, вдоль погруженного в существо лезвия. Этот гнев походил на белый огонь, который, пульсируя, вырвался из сердца льва. Вопли, пронзенные твари, ворвались в разум примарка. Ее тело взорвалось и превратилось в комок энергии, который, расширившись, заполнил отсек огнем. Это пламя лишило льва равновесия. Капли расплавленного меча забарабанили по броне. Наступила тишина. Черная броня примарка оказалась покрыта слоем запекшейся крови. Его разум все еще трепетал от предсмертного крика Нефилы. Лев встал, подобрал надежду, которая лежала на полу, и подошел к пульту управления варп-сердечником. Большая часть устройства оказалась опаленной и сломанной. Лев принялся убирать треснувшие панели, чтобы добраться до скрытых под ними схем. Затем он наскоро оценил повреждения и активировал коммуникатор. Капитан с теней, варп-двигатели заработают через 7 минут. Готовьте поле Геллера и сами готовьтесь к переходу. 6. Стоило непобедимому разуму полностью перейти в варп, и поле Геллера защитило его от водоворота энергии, а темные ангелы начали наступление. Как и предполагала леди Фиана, Нефилы лишились силы, которую получали из своего мира, и сделались уязвимыми для оружия космодесантников. Вновь восстановленные в своем статусе библиарии участвовали в зачистке, а Лев возглавлял ее. Боевую боржу прочесали, уцелевших врагов выгнали из укромных мест и пристрелили. Два дня продолжалась эта экзекуция, коридоры и орудийная палуба, отсек двигателей и обеденные залы. В спальне и помещения для тренировок оглашались ревом болтеров и боевым кличем первого легиона, который вершил свою месть. Почти 300 темных ангелов пали во время сражения, многие из них первые часы штурма. Еще вдвое больше погибло слуг легиона и членов экипажа корабля. Апотекарион был переполнен выжившими легионерами, многие из них страдали от ужасных уродливых ран, которые противоестественно сильно гноились или продолжали покрываться волдырями и кровоточить, несмотря на усилия апотекариев. Среди находившихся на излечении была Эфиана, которая еле-еле выжила после удара нанесенного энергией ее же собственного третьего глаза. Женщина на койке походила на иссохшую старуху, и хотя тело оставалось неповрежденным, разум расстроился после психической атаки, которую каприза ради устроила Нефила. Несмотря на это, Эфиана и ее коллеги делали все возможное, чтобы помочь легионерам. Отделенный от вар по полям Геллера, Нефилы стали заметными для навигаторов, которые сопровождали каждый отряд темных ангелов. Эти отряды сеяли смерть и находили и укромных уголках. Помимо прочего, навигаторам пришлось ввести непобедимый разум к Пердитусу, добиваясь максимальной скорости, так как на этом настаивал примар. Спустя восемь дней навигаторы наконец объявили, что корабль находится в непосредственной близости от системы Пердитус. Леди Фиана уже в достаточной мере оправилась после испытания, сумела занять свое место и управляла кораблем. Следуя обычному распорядку. Как только непобедимый разум достиг цели, но еще до перехода в обычный космос, она попросила аудиенцию у льва. Как и прежде, лев принял ее в тронном зале, в присутствии Стения и Корсвейна. Сенешаль не раз посещал Фиану в Апатикарионе. Они виделись, но обсудить случившееся не получалось. На этот раз момент снова выдался неподходящий. Переход в материальное пространство откладывался, и это явно раздражало примарка. Происходит что-то неправильное, прославленный примарк, объяснила Фиана, подчиняясь льву, который приказал назвать причину сомнений. Женщине приходилось опираться на трость, сделанную технодесантником из длинной гофрированной трубки. Навершием служил черный как смоль камень. Наконечник старательно вырезали из куска материала, который обычно использовался в сочленениях силовой брони. Говорил о Фиана хриплым шепотом, тяжелые вздохи перерывали ее речь. По наблюдениям и расчетам мы достигли пердитуса, но за последние три часа нам не удалось обнаружить ни одного варп-маяка, который подтвердил бы это однозначно. Бури предположил Корсвейн. Напротив, варп тут невероятно спокоен, что и вызывает тревогу. Никакого движения, потоки как будто затихают и сходят на нет. «Думаю, этот негативный эффект мешает сигналам маяка». «Тут нет никакой тайны», сказал лев, и возбужденное выражение на его лице смягчилось. «Мы наблюдали то же самое, когда впервые явились сюда. Это феномен звезды. Механикум уверили меня, что он является побочным эффектом их работы на пердитусе. Значит, мы на месте. Капитан стеней, примите меры, чтобы как можно скорее осуществить переход. Нечто в самом варпе является причиной этой странности, прославленный примарк, настойчиво повторила фиана, с трудом делая шаг в сторону льва. «И я, и другие навигаторы, мы все ощущаем, что оно здесь есть. За этим спокойствием кроется подводное течение». «Ваши наблюдения приняты во внимание, леди фиана». Примарк встал, дав тем самым понять, что беседа окончена. «Пожалуйста, впредь по этому вопросу обращайтесь к капитану Стенью». Фиана в душе посетовала на столь небрежно данную ей отставку. Навигатор не могла подавить беспокойство, вызванное зловещим открытием, хотя и понимала, что больше не может обсуждать этот вопрос с Примарком. Тот уже перенес свое внимание на Корсвейна. Фиана покорно склонила голову, решив, что тайна все равно в скором времени раскроется. После того, как непобедимый разум ворвался в материальное пространство и вышел на связь, оказалось, что некоторые корабли Темных Ангелов уже находятся в системе Пердитус, хотя другие суда числом около дюжины до сих пор прокладывали путь через Вар. Движение флота в Вар пространстве всегда было делом нелегким, а теперь еще и штормы создавали дополнительные проблемы. В основном по этой причине Темные Ангелы никак не могли вступить в решающий бой с Повелителями Ночи в Трамасе. Пока суда готовились противостоять противнику и собирались в достаточном количестве в какой-нибудь системе, неуловимые враги успевали уйти от прямого столкновения. Лев взвесил оба варианта продолжать дожидаться оставшихся кораблей флотилии или начать наступление на станцию Механикум, расположенную на планете Пердитус Ультима. Примарх предполагал, что Железные Руки и Гвардия Смерти уже осведомлены о его прибытии и не видел причины медлить, поэтому на полной скорости повел пять своих кораблей вглубь системы. Оставив без внимания непригодные для жизни газовые гиганты на краю системы, темные ангелы сняли показания с датчиков наблюдения и обнаружили, что два флота выполняют затяжное маневрирование вокруг Пердитус Ультимы, планеты ближайшей к звезде и находящейся на самом краю пригодной для обитания зоны. Идентификационные коды и сигналы внутренней связи указывали на то, что суда принадлежат легионам Железных Рук и Гвардии Смерти. Каждая флотилия состояла не более чем из полудюжины судов, и даже объединившись, эти корабли не могли противостоять мощи появившихся в системе Темных Ангелов. Оба флота на вызовы не отвечали. Ни с ними, ни с наземной станцией на Ультиме связь установить не удалось. До цели оставалось пять дней пути, когда в момент пересечения орбиты Пердитус Секундус воины Первого Легиона оказались на достаточно близком расстоянии от Пердитус Ультимы и сумели обнаружить развернутые на ней силы. Судя по данным радиоперехвата, стороны находились в патовой ситуации не только в космосе, но и на планете. Корабли Железных Рук и Гвардии Смерти словно в танце кружились на высокой орбите. Каждый пытался занять подходящую позицию и поддержать наступление собственных войск. Враждующие стороны не могли получить преимущество без решающего космического сражения, которое могло закончиться в том числе и разгромом. В результате они вошли в клинч и никто не хотел рисковать поражением ради победы. Созвав совет капитанов, Лев определил план действий для Темных Ангелов. Мы кораблями Железных Рук и Гвардии Смерти, а потом потребуем прекратить военные действия, объявил примарх офицером, собравшимся в тронном зале на борту непобедимого разума. Раз ни одна из сторон не хочет рисковать схваткой, едва ли они сильно захотят получить нового врага. Опасный план, монсеньор, заявил капитан Масурбаил, который командовал фрегатом интервенция. Мы лишь окажемся в рискованном положении и что с того, о факте нашего прибытия и о нашей численности уже знают и те и другие, так что ни к чему подвергать себя опасности прямой атаки. Проявление воли и угроза, ответил Лев, холодно усмехнувшись. Наши намерения и наша решимость должны быть кристально ясными с самого начала, чтобы противники не вообразили, будто наши требования беспочвены. Пердитус теперь под эгидой темных ангелов, и чем скорее мы сделаем этот факт явным, тем быстрее завершим свои дела здесь и сможем продолжить операцию против повелителей ночи. О гвардии смерти, монсеньор, спросил Корсвейн, почему бы нам их попросту не атаковать с помощью железных рук. Всем известно, что гвардия смерти присоединилась к Хорусу с первых же дней мятежа. Пока мы не уверены ни в чьей лояльности, механикум это тоже касается, поэтому не стоит ждать помощи ни от кого. После того, как Мануса убили наиствование, железные руки остались без лидера. Кто знает, кому теперь они на самом деле хранят верность. К тому же стало известно, что некоторые легионы перешли на сторону Хоруса не в полном составе. Отряды и корабли рассеялись по галактике, да и варп шторма привели к изоляции многих секторов. Так что братец, о данной ситуации не стоит судить столь поспешно. Может оказаться, что в Пердитусе лояльна гвардия смерти, а железные руки поднялись против власти императора. Корсвейн с поклоном принял мудрость примарка. Тем временем слово взял капитан Стений. Желаете ли вы, мансиньор, разместить войска на Пердитус Ультима? Должны ли мы прорваться на низкую орбиту сквозь оцепление железных рук и гвардии смерти? Именно таково мое намерение, капитан Стений, ответил Лев. Непобедимый разум возглавит прорыв Пердитус Ультиме, пройдя сквозь передовые части двух вражеских плотов. Мы должны предупредить их породят связи, что на любые враждебные действия будем реагировать немедленно, решительно и ударим превосходящими силами. Я проинструктирую наш флот, как только мы закончим совещание. Еще вопросы есть? В интонации Льваск возил намек на то, что дебаты уже закончены, и собравшиеся капитаны преклонили колени в знак того, что подчиняются приказу примарка. Они удалились, но Корсвейн задержался в зале для аудиенции, желая поговорить с повелителем наедине. Лев взмахом руки разрешил ему высказать свое мнение. Вполне возможно, что ваши слова верны, монсеньор, но остается вероятность, что в этой ситуации железные руки верны Терри, а гвардия смерти присягнула Хорусу, сказал Синишаль. Мы должны подготовить наше продвижение таким образом, чтобы защититься от атак гвардии смерти. Как скажешь, братец, тем не менее, не будь так уж уверен в лояльности железных рук. Мы живем в сложное время, и не так просто отличить тех, кто сражается на нашей стороне, а тех, кто сражается против нас. Враждебность по отношению к Хорусу не гарантирует верности императору. Существуют и иные силы, которые реализуют право на господство в своих владениях. Я не понимаю, монсеньор, признался Корсвейн. Кому еще можно присягнуть, кроме Хоруса и императора? А кому служишь ты? ответил Лев вопросом на вопрос. Терри, монсеньор, и делу императора, мгновенно отозвался Корсвейн, вытянувшись, словно подсудимый на допросе. А как же твоя клятва мне, маленький брат? Голос льва звучал тихо и задумчиво. Разве ты не лоялен к темным ангелам? Конечно, лоялен, монсеньор. Корсвейна ошеломило предположение, что он мог бы считать иначе. Есть и другие силы, для которых на первом месте их примарка легион, объяснил Лев. Если бы я велел тебе отказаться от любых попыток защитить Теру, что ты ответил бы? Пожалуйста, не шутите так, монсеньор. Корсвейн покачал головой. Мы не можем позволить Хорусу победить в этой войне. А кто тут говорит о Хорусе? Уточнил примарк. Он закрыл глаза и несколько мгновений тер лоб, а затем оглядел Корсвейна, оценивая его. Это не твоя проблема, братец. Подготовь силы к нападению, а главное время пусть останется на моих плечах. Устроившись возле бронированных окон главной цитадели станции Могеликс, капитан Ласка Медоа непрерывно следил за комплексом Механикум. Его внимание было направлено на юг и на восток, в сторону 7-го, 8-го и 9-го форфастов, захваченных Гвардией Смерти. За пределами низкой восьмиугольной конструкции находились зеркальные экраны, которые окружали по периметру весь объект и создавали микроклимат за счет восходящих тепловых потоков. Эти потоки позволяли, тем не менее, охлаждать Могеликс и поддерживать в нем температуру, если не сносную, то хотя бы пригодную для жизни. Плацдарм противника был закрыт не только вздымающимися горами Пердитус Ультимы, но и покровом плотного зеленоватого тумана, который простирался на тысячи километров. На высоте многих километров над уровнем равнины эта пелена искрилась под лучами солнца, которые отражались от золотисто-зеркального покрытия на камне. Слой вездесущего тумана искажал дистанцию. Несмотря на то, что отдельные сооружения находились в нескольких километрах, они выглядели крупнее и, казалось, располагались на расстоянии болтерного выстрела. Тепловое мерцание, исходившее от зеркальной стены, только усугубляло проблему. Все это мешало чувству перспективы и не помогало решению стоящей перед капитаном задачи обнаружить врагов, если они проникнут внутрь приземистой крепости с намерением атаковать. Рядом с Мидо стоял капитан Казалир Ларомех, командир 98-й роты. Оба офицера легиона железных рук прибыли на Пердитус Ультиму около 40 дней назад и все это время носили полное боевое снаряжение. Теперь они сняли шлемы, поскольку искусственная атмосфера внутри Могеликса позволяла это сделать. Оба космодесантника выглядели практически одинаково. Коротко стриженные седые волосы, широкие лица и грубая кожа. Лишь две приметы позволяли различить их. Глаза Ларомеха были голубыми от природы, в то время как глаза Мидоа представляли собой имплантированные серебристые линзы. Вставленный в трахею Мидоа респиратор заменял нижнюю челюсть и горло и ритмично шипел так к дыханию. При разговоре голос капитана раздавался из небольшого динамика, встроенного в правую скулу. Устройство превращало слова Мидоа в напевный речитатив, который не вязался с механическим обликом космодесантника. «А ты уверен, что они направляются прямо на орбиту?» спросил Мидоа, когда Ларомех сообщил, что темные ангелы идут культими на полной скорости. «Да, железный отец!» отозвался Ларомех низким и грубым голосом. Каждое слово он произносил сквозь стиснутые зубы, едва шевеля губами. Мидоа, которого соратники-капитаны избрали командиром экспедиции, был лишен возможности улыбаться. Поэтому он и не улыбался, когда кто-нибудь использовал это древнее почтительное обращение в предмет его гордости. Курс и скорость у них соответствуют орбитальным, так что они окажутся на высокой орбите менее чем за три часа. Оболочку подавления связи они еще не пересекали? Прямой связи с темными ангелами пока нет. «А что с этими?» спросил Мидоа, указав через стекло окна на позиции Гвардии Смерти. «Что они делают?» «Враг, похоже, идет на перехват. С твоего разрешения я просигналю флоту, чтобы они начали контрманевр. Мы займемся кораблями Гвардии Смерти и прикроем пребывающих темных ангелов. У них во флотилии две боевые боржи, а такая орбитальная поддержка придется очень кстати». «Разрешаю», подтвердил Мидоа. «Сейчас мы получаем неожиданную возможность, Казалир. Сними с патрулирования и забери из гарнизона, девять из десяти отрядов. Пусть собираются в главном транспортном ангаре. Оттуда и начнем атаку. Будет сделано, Железный Отец. С помощью Темных Ангелов мы выбьем Гвардию Смерти Спердитуса и обеспечим сохранность механизма Тухулси». В течение следующего часа Мидоа собирал силы, необходимые для контрнаступления. Отделение роты снимали с их позиций вокруг Могеликса и окружающего его скального плата и переправляли по секретной подземной дороге. Дорога была проложена под поверхностью Пердитус-Ультимы еще до приведения планеты к согласию Имперским флотом. Железные руки выехали через главные ворота Второй Цитадели. Боевые танки Хищник и Лендрейдеры возглавляли удар. БТР и Рено и более крупные Мастодонты шли следом под прикрытием машин, оснащенных тяжелым вооружением. Почти мгновенно загородительный огонь Восьмой Цитадели пронзил сумрачную атмосферу Пердитуса. Ударили лазеры, сверкнули вспышки тяжелых орудий. Авангард колонны развернулся и выехал на защищенные позиции. Танки заняли станцию, окруженную разбросанными тут и там валунами. Их гусеницы кромсали скалы и плоские ферракритовые блоки, предназначенные для защиты системы очистки воздуха. Вскоре ответный огонь железных рук ударил в стены отдаленных башен, оставляя следы на ферракрите и отламывая массивные куски от обзорной площадки. Вслед за этим шквалом огня вперед продвинулась еще одна волна наступающей. Их ренос с задраенными люками, подрев моторов, на полной скорости мчались по каменистому грунту. Медоа находился на головном транспорте, подавая воинам пример. Более медленные и крупные мастодонты, каждый с четырьмя гусеницами, возвышались над лэндрейдерами и двигались сквозь пыль и туман так быстро, как могли. Их тяжелые гусеницы прорезали калии в прокаленной поверхности Пердитус Ультимы. Прежде чем железные руки добрались до Восьмой Цитадели, по ним ударили пушки Девятой. Медоа понимал, что от усиливающегося перекрестного огня атакующих надежнее всего защитит скорость. Стоило миновать трехсотметровую полосу земли, интенсивно поливаемую этим огнем, и громада Восьмой Цитадели перекрыла бы соседним сооружением сектор обстрела. Пересекавшие зону поражения, первыми получали преимущество. Артиллеристы не успевали прицелиться и поразить Рено Медоа. Однако транспорт сержанта Холтиза, шедший сзади на расстоянии десяти метров, попал под огонь лазерной пушки. Двигатель начал дымиться, разбитое Рено занесло, воины в серебристо-черной броне посыпались на пыльный каменистый грунт. Уцелевшие БТРы мчались мимо них. Приказ Медоа был прост и ясен, ни в коем случае в транспортах проносились мимо попавших в беду братьев знали, что самый верный способ помочь оставшимся это атаковать пушки на позициях гвардии смерти. Чтобы миновать смертельно опасную зону потребовалось 15 секунд. Эти 15 секунд были самыми долгими в жизни Медоа. Он, скорчившись, сидел в заднем грузовом отсеке вместе с другими легионерами отряда, готовыми выскочить наружу, если их транспорт подобьют на ходу. По комсвязи прошло сообщение, что еще один Рено поврежден. Потом подбили третий, но к этому времени первые транспорты уже почти достигли вспомогательных ворот восьмой цитадели. До прохода оставалось всего 100 метров. Семь Рено и три Лендрейдера проникли за линию огня. В отдалении за ними двигались восемь мастодонтов. Каждый вез 40 воинов легиона железных рук, силовые щиты машин, поглощая удары автоматических и лазерных пушек, полыхали фиолетовым светом. Рено, развернувшись, остановились так, что оказались ниже прицела пушек. Отряд под командованием капитана Тадерига спешно выгрузился и устремился к стене цитадели. Легионеры несли с собой генератор поля. С самого своего прибытия на Пердитус Медоа курировал создание этого устройства при содействии союзников механикум. Всего за несколько секунд платформа на четырех подпорках оказалась собранной. Генератор поля установили на нее. Основной объем корпуса машины занимал параболоидный концентратор энергии, в центре которого находились тысячи катушек индуктивности, предназначенных для передачи силового поля. Медоа присоединился к своим воинам. Он еще раз отрегулировал машину, которую сам кропотливо собрал и подготовил, использовав старые туннельные передачи и другие фрагменты варп-техники, оставленные прежними жителями Пердитуса. Они, к сильному удивлению Медоа, применяли энергию варпа так же свободно, как Империум применял плазму и электричество. Медоа потянул за рычаг активации и отступил на шаг. Раздался треск заработавшего электромагнитного привода. Устройство осталось непроверенным, не хватило времени, машину планировали использовать лишь через несколько дней для тайной атаки на девятую цитадель. Но Медоа знал, что теоретически она должна заработать. Невнятно пробормотав старую медузскую поговорку, он выждал, пока конденсаторы полностью зарядятся, а потом включил катушки индуктивности. Силовое поле ожило, оно походило на конус переливающейся энергией. Все, что оказалось в пределах этого поля исчезло, включая окружность стен восьмой цитадели, хотя в толщину они достигали трех метров. Спустя секунды Медоа отключил машину и шагнул в только что проделанную брешь. Его отряд следовал за ним по пятам. Комнаты внутри цитадели под воздействием силового поля исчезли. То же самое произошло с перекрытиями и внутренними стенами цитадели в радиусе двадцати метров. Взгляду открылись настил верхнего уровня и нижний цокольный этаж. Аккуратно рассеченные кабели искрили. Из труб предназначенных для рециркуляции воздуха и теперь перерезанных вырывался грязный пар. Темноту нарушал свет фонарей прикрепленных к броне. Железные руки двинулись вперед держа оружие на готове. Что значит восьмая цитадель разрушена? Каллас Тифон первый капитан легиона гвардии смерти командир хранителей могил и так находился в плохом настроении. А известие о победе железных рук тем более его не порадовало. У них генератор силового поля командующий отозвался его помощник капитан Вайас и поневоле отступил на шаг когда его начальник обернулся. Из-за Тифона который носил массивную броню терминатора в командном пункте седьмой цитадели почти не оставалось места. Голос Вайаса был низким и смешивался с нечленораздельным шипением. Говорить мешала уродливая гноящаяся рана справа на челюсти. Сарин чересчур увлекся защитой ворот вот по нему и ударили с фланга проломив стену. Почему именно сейчас не унимался Тифон? Он раздраженно мотнул головой собранные в пучок темные волосы хлестнули будто конский хвост. Они связались с темными ангелами. Это невозможно командующий. Подавляющее поле терминус эст все еще работает. Ни одно сообщение с поверхности планеты не дойдет до высокой орбиты. Но темные ангелы все-таки держат курс прямо на пердиту с ультиму. Вая скивнул. Его болезненные черты исказила мрачная гримаса. Да, они выйдут на орбиту самая большая через два часа командующий. Тогда в запасе не более двух часов, чтобы наказать нашего слабоумного врага за его безрассудную храбрость. Противнику следовало бы дождаться гарантированного превосходства на орбите. Свяжитесь с флотом, прикажите подольше избегать столкновения. Пока темные ангелы будут взвешивать возможности, мы выиграем еще один час. Вы планируете атаку командующий? Да, и прямо сейчас. Отец, что, твои глаза вынул? Тифон ударил кулаком в плечо Ваяса, заставив того потерять равновесие и врезаться в гласитовую поверхность купола, который заменял помещение и стены и потолок. От пораженного коррозии доспеха Ваяса отделились и поднялись воздух мелкие частицы ржавчины. Пока у нас есть шанс, мы должны освободить Тухуху. От нашего успеха многое зависит. Передай Грузулу, пусть атакует со стороны девятой цитадели. Мы заманим врага в ловушку, он попадет в клещи, а мы продвинемся в сторону главного комплекса. За отца! воскликнул Ваяс, склонив голову. Хранители могил не проигрывают. Подземный ход, пятиметровый в высоту и вдвое более широкий, освещался узкими, пыльными и желтоватыми световыми полосами на полу и на потолке. Ржавые рельсы древней железной дороги пролегали вдоль туннелей и посадочных платформ. В обычное время место было довольно мрачным, но железные руки и гвардия смерти, появившись, озарили его красочным фейерверком. Эхо болтерной стрельбы отражалось от стен 500-метрового перегона. Снаряды с грохотом извергались в обе стороны, в ярких вспышках перекрестного огня. Время от времени в проломе раздавался визгливый звук и вспыхивала миниатюрная звезда плазменного выстрела или след ракеты красным полыханием разгонял мрак. Взрывы ракетных снарядов расцветали подобно огненным цветам. Прямо посреди шеренги появляющихся в восьмой цитадели терминаторов гвардии смерти. Командующий Тифон, который шел первым, ряфкнул на своих легионеров, приказывая им двигаться вперед. Его, как и остальных воинов, защищала массивная модифицированная броня катафракта, окрашенная в белый цвет гвардии смерти. Закругленные пластины возвышались над макушкой его рыцарского шлема. Сегменты керамита прикрывали плечи, грудь и упакованная в доспехи брюхо. Мощные наручи на голеннике обеспечивали защиту рук и ног. Поверх стыков брони свисала кольчуга из адамантия. К левому рукаву доспеха крепилась массивная и скорострельная автоматическая пушка. Ее двойной ствол осыпал легионеров железных рук крадом снарядов, одновременно пережевывая ленту с боеприпасами, будто голодная собака кусок это был символ положения самого Тифона и к тому же уменьшенная копия оружия примарха Мортариона. Силовое поле клинка озаряло желтоватым светом белую броню окружающих командира терминаторов. Авангард из 20 воинов поддерживали тяжело вооруженные терминаторы. Они вели ураганный ракетный огонь поверх голов боевых братьев. Взрывы швыряли в воздух вражеских легионеров в серебристо-черной броне, одновременно сдирая пластитовую облицовку со стен туннеля. В ответ ревели скорострельные болтеры. Но невредимые хранители могил продолжали идти под яростным огнем противника. Железные руки, которые не могли на равных сражаться с тяжело вооруженными и закованными в мощную броню врагами, отступали. Впрочем, сами хранители могил продвигались медленно. 20 минут назад Грузул передал, что уже добрался до восьмой цитадели и все-таки Тифону оставалось миновать две развязки, чтобы пробиться к нижней бреши в стене. В любую минуту Ваяс мог сообщить о появлении на орбите темных ангелов, но пока что этого не произошло и командующий был полон решимости продолжать атаку. Передовые отряды хранителей могил находились всего в 50 метрах от позиций железных рук в конце перегона, когда в шлеме раздался щелчок и заработала связь. Вместо свистящего шепота Ваяса Тифон услышал низкий властный голос, который поневоле заставил его остановиться и замереть на месте. Воины гвардии смерти рядом с ним тоже замерли, огонь железных рук на секунду утих. Мир Пердитус Ультима находится под защитой Льва Эль Джонсона и Первого Легиона пророкотал голос. Немедленно прекратите боевые действия и покиньте планету. Любое сопротивление мы подавим с применением максимальной силы, пленных брать не станем. Тот, кто откажется выполнить эти требования, будет немедленно уничтожен. Словно освобождаясь от состояния гипнотического транса, Тифон неловко шагнул вперед и едва не потерял равновесие. Такое ощущение он испытывал лишь в присутствии Мортариона. Темные ангелы, очевидно, явились не одни, а с примарком. Тифон ощущал тревогу собственных воинов, которые пришли к тем же самым выводам. Атака, захлебнувшись, понемногу превратилась в отступление. Там, впереди, железные руки отходили со своих позиций, напуганной тем же самым властным голосом, который проник в сознание легионеров гвардии смерти. Звук этого голоса напоминал музыкальную фугу. Тифон стиснул очевидно, там было задействовано нечто такое, что не сводилось к рожденным способностям примарха отдавать приказы. Тифон открыл свой разум и впустил в него варп, чувствуя волны энергии, которые были отделены от материальной вселенной и одновременно являлись ее частью. Когда-то он был членом библиариума и обладал немалой мощью. Позже сумеречные рейдеры стали гвардией смерти, и ненависть собственной второй натуры. Тифон дал себе слово стать первым капитаном. Однако впоследствии, пользуясь поддержкой темных покровителей, он в очередной раз прибегал к той части своей силы, которую породил варп. Прежде Тифон не надеялся, что сумеет так хорошо познать вселенную и ее таинственные пути. Именно эти способности позволили ему впервые вступить в контакт с отцом. Теперь же варп половина сущности Тифона позволяла Тимы. Видимо, Лев в равной мере пренебрег решением Совета Никеи и вернул своим библиариям их неотъемлемые права. Владея этим знанием, Тифон слегка расширил радиус воздействия собственной воли в поисках возможности блокировать библиария темных ангелов, которые тем временем стремились ослабить решимость противника. Тифон обладал навыками и доблестью, но ему приходилось противостоять воздействию сразу сопровождало его все последние годы. Он попросил отца о помощи и получил ее. Сплеск психической энергии с жужжанием пронизал его. Под сводом черепа словно закопошились тысячи крошечных насекомых. Тифон прикрыл своих хранителей могил пеленой тени, защищая их от атаки псайкеров темных ангелов. Почти сразу же воины прекратили отступление и обернулись к командиру, ожидая приказов. «Дурни!» выругался он, ткнув жнецом в сторону железных рук, которые как раз пытались ретироваться. «Сейчас не время отступать, сейчас время нападать, убейте их всех до единого!» В темном зале в недрах непобедимого разума в окружении четырех своих псайкеров неподвижно стоял лев. Он слушал их бормотание. Библиарии облачились в прежние церемониальные одежды синего цвета и спрятали лица в тени надвинутых капюшонов. Так было лучше, ибо обычным боевым братьям не следовало смотреть на библиариев. Всеобщее замешательство и слухи могли распространиться очень быстро, сделав любые разъяснения бессмысленными. Корсвейн стоял в стороне и заметно волновался, переминаясь снеги на ногу. Броня при каждом движении поскрипывала. Лев проигнорировал душевное состояние своего Принуждение легионеров Гвардии Смерти и Железных Рук к переговорам без боя наилучшим образом послужило бы интересам Темных Ангелов. Корсвейн выпрямился. Лев почувствовал это движение и обратил свой взор на Синишаля. План не сработал, мансиньор, заметил Корсвейн, который, казалось, испытывал от этого факта облегчение. Судя по показаниям сенсоров, Железные Руки отходят, а Гвардия Смерти снова атакует. Железных Рук загонят обратно на главный объект. Я предупреждал их, прорычал Лев. Никто не поставит под сомнение мою власть. Должен ли я отправить сигнал Капитану Стенью, мансиньор? Да, действия Гвардии Смерти идут вразрез с моей волей, поэтому станция Могеликс будет уничтожена. Прикажи Стенью выпустить торпеду. 7. Сияющее желтоватым светом лезвие Жнеца Смерти пронзило грудь сержанта Железных Рук и разрубило его тело. Тифон вломился в двери, за которыми открылся внутренний двор Восьмой Цитадели. Восемь громадных мастодонтов окутали его своей тенью. Орудия машин молчали, кабины уже были зачищены хранителями могил, которые прямо сейчас продолжали наступление на Третью Цитадель. было рукой подать. Командующий флот прислал нам сообщение. Голос Вайаса выдавал тревогу капитана. Почему флот не атаковал темных ангелов, резко спросил Тифон, неуклюже двигаясь по пологому склону двора вслед за шеренгой опередивших его воинов. Темные ангелы заняли позицию между нашими кораблями и кораблями врага. Нападение на них позволило бы железным рукам обойти флотилию боевая боржа льва запустила в сторону Могелекса торпеду. Блеф отозвал Сатифон без промедления. Лев разрушит Могелекс не раньше, чем это сделаю я. Или это сделают наши враги двойники железные руки. Содержимое объекта слишком ценно, чтобы рисковать его уничтожением. Продолжайте атаку. Вы уверены, командующий? Мы засекли циклонную боеголовку. Она уничтожит все, что находится на Могелексе и в радиусе 100 километров вокруг него. Флот докладывает, что замечено еще 7 кораблей темных ангелов. Они входят в систему. Тифон помедлил, оценивая происходящее. Он сомневался и решил сообщить Вайосу о своих сомнениях. Что если Лев не хочет Тухулху для себя, а собирается попросту не отдать его нам? Командующий, не стоит рисковать, угадывая желание Льва. Нужно отступить. Мы ничего не получим, Тифон активировал комп-связь с ротой и отрывисто приказал отойти назад и прекратить штурм главных ворот. Взамен он разместил воинов на позициях, с которых хорошо просматривалась главная цитадель Могеликса и выставил охрану возле системы подземных туннелей. Затем, отдав все необходимые распоряжения, переключил свой коммуникатор на общую передачу. Ну как, теперь ты доволен, Лев Первого Легиона? рявкнул он. Если враг будет соблюдать перемирие, я тоже буду его соблюдать. Однако помни, ты полез в дела гвардии смерти, и это может плохо для тебя закончиться. Удивительно, но Тифон, который не ожидал ответа на свой выпад, все-таки его получил. Коммуникатор щелкнул, и появился сигнал. Это был все тот же звучный голос примарха темных ангелов. Отказываться от пренебрежительных слов было слишком поздно. Исполненный презрение Тифон не стал бы извиняться, даже если бы Лев потребовал таких извинений. Посмотри на небо с западной стороны. Тифон перевел взгляд, куда велели, и увидел вспышку света в верхних слоях атмосферы. Казалось, внезапно разразившаяся гроза взбаламутила облака нефритового цвета. Прежде чем треск детонировавшей торпеды достиг слуха командующего, миновали секунды. Все твои силы должны отступить от станции Могеликс. Я предоставлю им безопасный проход кораблям. Ты, капитан Тифон, задержишься и примешь участие в переговорах под моей эгидой. Можешь оставить себя воинов-телохранителей, но не более сотни. Остальные твои силы пусть уберутся на расстояние 200 тысяч километров от орбиты. Неподчинение приведет к вашей гибели. Те же условия предъявлены капитану Медоа из легиона Железных рук. Связь прервалась прежде, чем Тифон успел отозваться. Он не нашел слов, чтобы ответить на такой неприкрытый ультиматум. Командующий видел темные облака из перегретого газа, которые растекались на западе, пятное небо, и понимал, что угрозы Львань не пустые. Сейчас миссия самого Тифона оказалась под угрозой, но это не значило, что от нее придется отказаться полностью. У него были возможности, о которых не знали для моего почетного эскорта. Остальным силам приказываю вернуться на орбиту. Пусть они погрузятся на терминус эст. Я также хочу, чтобы ты взял на себя управление полем подавления связи. Позволим Льву думать, что он овладел пердитусом. Так точно, командующий. Хранители могил займутся ремонтом и перевооружатся, чтобы приготовиться к новому наступлению. Мы не можем потерпеть поражение. Туман во внутреннем дворе станции Могеликс рассеялся под воздействием плазмы и парогаза, выпущенных приземляющейся грозовой птицей. Воздушное судно упало с неба, подобно орлу. Подпорки приняли на себя его вес, потом пыль улеглась, и мгла снова начала просачиваться между башнями периметра. Уже тысяча темных ангелов выстроилась поротно между приземлившимся судном и главными воротами Могеликса. По одну сторону корабля замерли в ожидании воины гвардии смерти. Железные руки оставались тем временем позади оцепления, по другую сторону открытого пространства. Только Тифону и Медоа позволили приблизиться к десантному судну Льва. Бронированных гигантов окружила стая из дюжины околитов механикум, одетых в красное. Почти все околиты носили шлемы дыхательных аппаратов. Лишь у двоих в лицо и грудь были встроены регенеративные кислородные системы, которые позволяли обходиться без иных приспособлений даже в плотной атмосфере пердитуса. Лев спустился по трапу грозовой птицы. По правую руку от него шел Корсвейн, по левую недавно прибывший капитан Траган. За ними спустились знаменосцы и сопровождающая примарха обслуга с реликвиями калибанов, олицетворявшими множественные звания и обязанности Льва. Следом появилась кучка библиариев. Во флоте, собравшемся на орбите, их оказалось шестеро. Синие одеяния хлопали на ветру, сильном из-за высокого атмосферного давления. Даже легкий порыв мог сбить с ног обыкновенного человека. Темные ангелы все как один подняли болтеры, тяжелое оружие и мечи, молча салютуя своему главнокомандующему. Лев не нуждался в шлеме, хотя воздух сжег горло и вызывал тяжесть в легких. Он был примархом, командовал легионом и не каким-нибудь, а первым, темными ангелами, а потому хотел произвести подобающее впечатление. Знаменосцы выстроились по сторонам, оставляя свободным проход главным воротом. Многочисленные титулы Льва огласили через внешнюю систему оповещения. От полированная до глянца броня Льва была черной как смоль и одновременно сверкала алмазным блеском. Золото на ней горело, будто сердце звезды. Алая пятиметровая мантия не спадала с плеч. Ее придерживали устройства, созданные в домашнем мире примарка. Десять суспенсеров в форме коротких клинков с вытравленными на них названиями рыцарских орденов Калибана. Возле левого бедра лев носил свой двуручный меч Адаман с навершием инкрустированным рубинами, с рукоятью украшенной золотом и крестовиной, которая сверкала так же ярко, как и броня. Ниже нагрудника на поясе примарка справа висели цилиндры. Их было шесть, каждый размером с предплечье человека. Внутри обрамленных платины тускло-красных кожаных футляров хранились первые законы льва. Примарх провозгласил их и, применяя под командованием легиона темных ангелов, поклялся, что Калибан будет вечно служить императору. Спустившись по трапу в сопровождении свиты, которая старалась двигаться с ним в ногу, лев приблизился к замершим в ожидании сановником механикум. Это были иссокшие мужчины и женщины, полумашины, полулюди. Одиннадцать первых не вызвали у льва интересов. Он сосредоточил свое пугающее внимание на последнем на старшем Магасе Хири, Дос и Ексисе, смотрителе Магелекста и Кустодии Тухулхи. Именно так Магаса представили Геральди. И Ексис оказался маленьким человечком, возможно, всего-навсего метрового роста. Рядом со львом он походил на ребенка, пока не откинул свой капюшон и не обнажил почти коническую голову и старческое осунувшееся лицо. Затылок Магаса был удлинен при помощи набора сегментированных пластин, расположенных по кругу. Пластины перемещались по желанию, сдвигаясь и раздвигаясь. Возможно, их движение зависело от настроения жреца-механикум и занимавших его трудов. И Ексис потирал и переплетал тонкие костлявые пальцы жилистых рук, утопавших в тяжелых рукавах. Худые плечи были не шире, чем на голенник льва. Казалось, придвинувшийся гигант представлял опасность для миниатюрного техно-жреца, ведь лев, будто легендарный титан, мог легко растоптать его ногой. Однако Магас держался уверенно. Его тонкий пронзительный голос едва доносился из-под шлема дыхательного аппарата, прикрывшего маленькую голову, хотя слова Магас выговаривал отчетливо и властно. «Мы рады вновь приветствовать вас на пердитус Ультима, лев Калибана», произнес Иексис, кивнув внутри пузыря воздуха. «Пожалуйста, следуйте за мной». Лев на миг ощутил нетерпение, опасаясь, что в компании крохотного Иексиса ему придется сдерживать шаг, но опасения оказались напрасными. Свита Магаса расступилась и стал виден комплект механических ног. Иексис поспешно вскарабкался на них сзади по узкой лестнице. Свои собственные ноги он сунул внутрь распорок в тазовой части приспособления. Одежда ненадолго задралась, обнажив бледные жилистые конечности, соединенные с армированной опорой, и устроился внутри шагающего механизма. Зашипев приводами, ноги выпрямились и вознесли Иексиса почти до высоты плеча Льва. Окруженный фаворитами техножрец оказался более рослым, чем они все. Но примар все равно возвышался над Магасом, которого поддерживал механизм. Шагая главным воротом, Лев идентифицировал серебристо-черную тень, болтавшуюся близ плеча Корсвейна. Это был капитан Медоа. Слева от себя Лев заметил Тифона, который шагал строганом плечом к плечу. Лев игнорировал обоих капитанов, пока компания не очутилась во внутреннем помещении сразу за воротами главной цитадели. Только тогда Лев повернулся и обратился к своим гостям. Капитан Тифон, капитан Медоа. Лев не испытывал уверенности по поводу предстоящего разговора. Сейчас оба капитана лишь причиняли ему неудобства. Впрочем, на борту непобедимого разума он уже объяснял Корсвейну, что не следует поспешно судить ни о чужой лояльности, ни о чужих намерениях. Именно поэтому Лев сказал и Эксису. «Магас, пожалуйста, проводите гостей в подходящую часть комплекса, чтобы они дождались моего возвращения. Маленькие братья, присмотрите за ними ради меня. Капитана, напоминаю, Могеликс находится под нашей защитой. Не вздумайте оскорбить меня своими действиями». Небрежно разрешив этот вопрос, Лев повернулся спиной к этим двоим и двинулся через зал. Пол помещения шел немного под уклон. Дальний конец зала был разделен на трое арками. Они служили проходами к транспортерам, при помощи которых можно было спуститься глубже в недра Могеликса. «Правая дверь, Примарх», подсказал и Эксис. «Позвольте показать вам, чем вызвана вся эта суета». Во время прошлого визита Львана Пердитус большая часть станции Механикум еще оставалась недостроенной, но нижние туннели существовали уже тогда и были знакомы Примарху. Эти извилистые коридоры прочно запечатлились в его памяти, хотя сейчас в них появились распорки из пластали и пластитовой панели. Поэтому, сойдя с четвертого внутреннего транспортера в полукилометре под землей, Лев безошибочно отыскал устроенный в пещере зал, в котором держали машину. В тот прежний раз, когда Примарх двигался по этим туннелям, бешеные культисты гибли от его рук. Это были обитатели Пердитуса, порабощенные машины, которые массово гибли под орудийным огнем темных ангелов и недавно переименованные Гвардией Смерти. За три месяца до тех событий произошла первая Львом и Мортарионом, после которой Примархи не испытывали друг к другу симпатии. Но, встретившись вновь, оба легиона сражались бок о бок, чтобы продемонстрировать единение во имя Императора. Жители Пердитуса перед смертью заунывно молились своему неодушевленному повелителю. Теперь же в туннелях раздавался только топ от ботинок Примарха и стук механических ног и эксиста. Близь главной пещеры путь Льву преградили огромные двери, украшенные Эксис прошел вперед и прижал руку к встроенному в металл портала считывающему устройству. Острый взор Льва отметил узор на запястье техножреца. Бледные линии почти не выделялись на фоне кожи. Примарх знал, что это такое. Электро-тату — скрытая метка, которая проявилась под воздействием биоэлектрического импульса. И механику, и самые тайные ордены Калибана и многие другие сообщества Империума широко использовали похожие метки, однако такого рисунка, как на руке у Эксиса, Лев раньше не видел. Это был стилизованный дракон, который, укутав себя сложенными крыльями, свернулся кольцом и опустил голову рядом с хвостом. «Ваша электро-тату, что оно означает?» — спросил Лев. Когда в стене загремел замок и тяжелый лязг раздался внутри самой двери. Я считал себя сведущим в обычае к механику, но эта эмблема мне не знакома. Эксис резко вдохнул и словно укоризненно посмотрел на собственное запястье. Через миг выражение его лица смягчилось, потрясение сменилось смущением, и Магост поднял на примарка внимательный взгляд желтоватых глаз. «Детский тотем, лев и ничего более», ответил Эксис. Он сделал паузу. Мгновение спустя дракон, пылая темно-красным, проступил на его иссохшей плоти. «Орден дракона, что-то наподобие уже не существующей, к счастью, сектой. Поразительно, вы сумели заметить у меня под кожей пигмент, о котором я совершенно забыл». Дверь отворилась под шипение пневматики, отошла внутрь, открыв запечатлевшуюся в памяти льва пещеру. Многое изменилось, но место явно было то же самое. В окаймленный пластами разноцветного камня сводчатый потолок на высоте почти 70 метров вкрутили кольца. К ним крепились тяжелые цепи, с которых свисали яркие газовые светильники. Стены в самом широком месте отстояли друг от друга почти на 200 метров. Их загораживали приборные панели машин-механикум. Нагромождение циферблатов и рычагов, мигающих индикаторов, катушек кабеля и трубопроводов почти скрывало голый камень. Варп-устройство окружали опоры, рабочие платформы, лифты и лестницы, а самую сердцевину его опутывали сенсорные датчики, антенны слежения и мостки. Яскомый предмет до сих пор находился на месте. Разумная или полуразумная сущность, поработившая целую звездную систему, висела в воздухе и напоминала планету на небосклоне. Это была прекрасная сфера мраморной раскраски. Местами черная, местами темно-серая, с краплениями золота, которое медленно перемещалось по поверхности. Вес 10 пунктов, размер 6,7 метра в диаметре. Лев в точности запомнил первые измерения. Сфера была сделана из неизвестного металла, непроницаемого для любых датчиков, устройств и буровок, принесенных механикум. Лев понимал, что чуждое создание изучает его. Он не был уверен ни в собственном восприятии, ни в ответных ощущениях варп-устройства, но факт оставался фактом. И сейчас, и в предыдущее посещение зала, это устройство смотрело на примарка. В тот раз сотни одетых в лохмоте жителей Пердитуса умерли всего за несколько минут. Они поневоле защищали полубога до последней капли крови и не желали сложить свое примитивное оружие. Было кое-что еще. То, что среди беспорядка устроенного механикум поначалу осталось незамеченным. На полюсах сферы теперь находились две выпуклости, каждая размером в несколько сантиметров. Эти округлые узлы касались покрытых схемами пластинок, размещенных выше и ниже устройства. Те, в свою очередь, были связаны с другими машинами, замысловатой системой кабелей и проводов. На циновке перед шаром лежал мальчуган, по меркам терры, семи- или восьмилетний. Он лежал неподвижно на боку, не мигая, жесткий, как труб, и отличался от мертвеца только легким, вверх-вниз движением груди. Лев мог слышать сердцебиение мальчика, ощущал в воздухе запах его пота и мочи. Из спины мальчика торчала трубка, еще одна шла от основания черепа. Обе они соединялись механизмами, окружавшими варп-устройство. Как только взгляд льва упал на мальчика, тот порывисто сел, двигаясь, словно неумело управляемая марионетка. Руки и ноги неуклюже дергались, глаза истекленели. Взглянув на поверхность шарообразного чужака, примарх заметил, что золотые вкрапления перемещаются быстрее, чем прежде, ненадолго складываясь в рисунке на фоне темного водоворота. «Ты вернулся!» В ровном голосе мальчика не было эмоций, лицо ничего не выражало, рука приподнялась и бесцельно упала. «Оно теперь говорит!» — рыкнул лев, обернувшись к Эксису. Техножрес пожал плечами. «Мы не смогли обнаружить ни конструкций, ни внутренних механизмов, но, вероятно, прежде у него были средства общения с жителями Пердитуса. Потом нам пришлось уничтожить их общество, и почти 30 лет понадобилось, чтобы разработать вот этот грубый интерфейс. Мы многое узнали от Тухулхи. Он очень отзывчивый, немного загадочный, ну, в общем, чужой». «Я все слышу», — сказал мальчик. «Кажется, ты разгневан». «Ты меня помнишь», — произнес лев, прежде чем сумел удержаться от ответа. Он впился взглядом в Эксиса. «Зачем здесь мальчик?» «Мы сражались, чтобы избавить Пердитус от рабства, а вы вернули это рабство». «Ах, этот», — отмахнулся Эксис, «он просто сервитер. Мы перепробовали все варианты компьютерных и алгоритмовых языков, а также все шифры, но ни один из них не сработал. Но получив сервитера в подарок, мы сумели наладить стабильный нейроинтерфейс всего за несколько дней». «Какое совпадение», — заметил лев. «Никакого совпадения. Меня разработали, чтобы я ассимилировал человеческую форму жизни, лев. Можно называть тебя львом?» «Я подслушал, что именно так говорит Магос. Это ведь правильное обращение к такому, как ты». Примарк собирался проигнорировать вопросы устройства, но голос мальчика засел в его сознании. «Что ты такое?» — спросил он и подошел ближе, очутившись на расстоянии вытянутой руки от сервитера марионетки. «Я Тухулха, лев. Я все. Я доверяю Магосу. Мы с ним друзья. Хотя он иногда и сердится. Во время вспышек его раздражения я стараюсь сохранять терпение. Я спросил, что ты такое, а не кто ты такой. Будь ты проклят, что я несу. Ты же машина, сложная машина и ничего более. Я все, лев, и всюду. Однажды я был слугой смертоносных морей, теперь я друг механикум. Ты опасен. За обладание тобой идет война. Я должен уничтожить тебя. Это избавит нас от беспокойства и кровопролития. Ты не сможешь уничтожить меня, лев. Не в физическом смысле, а просто не захочешь уничтожить. Все желают обладать мной. Тот, кого называют Тифоном, необычайно сильно мечтает обо мне. Разум второго, которого зовут Медоа, закрыт. На мой вкус в нем слишком много железа. А ты... Ты не открыт и не закрыт. Ты пугаешь меня, лев. Когда ты прибыл, я узнал, что такое страх. Твое возвращение вызвало у меня панику, лев. Я не хочу, чтобы меня уничтожили. В то, что эти слова произносит не мальчик, верилось с трудом. Но лев принудил себя сконцентрироваться на блестящем шаре, а не на его живом воплощении. Иксис, моей марионетке нужно дополнительное питание, заявил Тухуха. Мальчик тем временем опорожнил мочевой пузырь. Струя потекла по ноге и образовала лужу на полу из пласт стали. Мои извинения, лев, я еще не научился управлять основными функциями этой формы жизни. Его нервные связи недоразвиты. Нам пришлось приставить к нему уже третьего сервитора, объяснил техножрец. Прежние противоестественно быстро состарились. Следовательно, мы выбрали юный образец. Надеемся, он проживет дольше, чем прежние интерфейсы, хотя бы на несколько лет. Кажется, ты неплохо осведомлен насчет происходящего на поверхности, сказал лев, подавив отвращение, вызванное бессердечным отношением и Эксиса к человеческим издержкам. Пусть даже это касалось только бездумных сервиторов. Я просеиваю людей сквозь самого себя, заметил Тухулка. Их умы прикасаются к моему разуму. Твой делает то же самое, но это слишком тяжело, просто невыносимо. Как ты справляешься с таким временем? Ты про мой интеллект? Про твою вину? Лев помедлил с ответом, не доверяя себе, опасаясь раскрыться в присутствии Эксиса и выдать мысли, о которых никому знать не следовало. Как его используют? Требовательно спросил он у Магоста, отвернувшись от мальчика марионетки. Вы сочли, что его можно приспособить для нужд Империума, и устройство по договоренности с механиком пощадили. И это сработало, сработало, и Эксис, казалось, воодушевился. Тухулка, покажи Примарху, на что ты способен. Прежде чем Лев успел возразить, его разум и тело дрогнули. Ощущение напоминало одновременно варп-переход и быструю телепортацию. Тьма на мгновение закрыла глаза, а когда зрение прояснилось, Примарх понял, что находится вовсе не в пещере под поверхностью Пердитус Ультимы. Он был в тронном зале, на борту непобедимого разума. Позади трона в воздухе висел Тухулка вместе со своим воплощением, однако без большей части следящего оборудования. Эксис по-прежнему стоял в паре метров от Примарха. Выли сирены, в динамиках внутренней связи ревел голос Капитана Стения. Всем боевым постам, экипажи боевых постов, доложите о ситуации. Сейчас будет включено поле Геллера, пять минут до полной установки поля. Повторяю, у нас неожиданный переход в Вард. Поле Геллера будет включено, приготовиться к атаке. Лев был ошеломлен. Он не понимал, что именно произошло за эти секунды. В конце концов он догадался, что должно быть Тухулха перенес боевую боржу в Вард, а через мгновение перенес на корабль самого себя, Примарха и техножреца. Отчасти Льва потрясла опасность всей ситуации и наивность и Эксиса, который допускает нечто подобное, но в большей мере его поразила продемонстрированная ему невиданная мощь. Тухулха позвал Лев без спешки, решив, что с этой непредсказуемой машиной лучше держаться как друг. Где мы сейчас? Мы близ того места, которое ты зовешь Пердитусом, Лев. Нахмурившись, Примарх обратился к Эксису. Близь Пердитуса, но мы находимся в Варпе. Как такое возможно? Тут нельзя перейти, мы слишком близко к планете и к звезде. Поверьте, Лев, Тухулху такие проблемы не заботят, усмехнулся техножрец, открыв беззубые десны. Он может нырнуть из реального пространства прямо в Варп, без обратного течения или гравиметрического сдвига. Почему я раньше не знал об этом, настойчиво вопросил Лев. Наши исследования далеки от завершения, признался Эксис. Сейчас мы зависим от прихоти Тухулхи, а как вы уже заметили, он немного, ну, темпераментный. Тухулха, я хочу, чтобы ты вернул и нас, и корабль к пердиту с ультиме. Лев произнес это спокойно, с дружелюбной интонацией, внезапно осознав, в каком сомнительном положении оказался. Конечно, Лев, тонкие бескровные губы мальчика скривились в отвратительном подобии улыбки. А что я должен сделать с другими твоими кораблями? 8. В тихом и безлюдном зале для аудиенции находились только сам примарх и его сенешаль. Лев сидел на троне, ничем не выдавая своего настроения, бесстрастный, будто статуя. Корсвейн, стоя по правую руку от примарха, изо всех сил старался скрыть свои опасения насчет сложившейся ситуации. Однако, время уходило, и он уже не мог держать язык за зубами. Монсеньор, я не ставлю под сомнение ваше решение по этому делу, но поневоле признаю свое невежество. Мы обезопасили пердитус ультиму. У нас хватит сил, чтобы уничтожить гвардию смерти в открытом бою, но при этом вы приглашаете их командующего на переговоры. Я чувствую себя так, будто меня подставили. А тут еще капитан железных рук явится в придачу, и толку от этого не будет. Лев повернул голову и оценивающе оглядел Корсвейна. Это продолжалось всего мгновения. Лицо примарха приняло суровое выражение. На мой взгляд, ты не прав, Корр. На губах примарха появилась тонкая улыбка, которая лишь слегка смягчила его манеру держаться. Тем не менее, причина этой встречи очень проста. Прежде чем решить, что же нам делать дальше, я должен выяснить, насколько разглашены тайны пердитуса. Капитан Тифон, видимо, об этом не догадывается, но я-то помню, что он принимал участие в самой первой экспедиции на планету. Припоминаю, он тогда был всего лишь капитаном роты. Странно, что Тифон знает о существовании Тухулхи. Его планы только на первый взгляд прозрачны. А капитан Медоа, Мансиньор, его присутствие, братец, ни в какие рамки не лезет. Возможно, он лишь случайно пресек атаку гвардии смерти. Но меня не устраивает, когда такие вещи объясняются падением. Нужно узнать, зачем он явился на Пердитус. Чей приказ толкнул его на это? У Железных Рук нет больше лидера. Мой брат Феррус убит наистований. И я думал, что его легион выбыл из игры. Похоже, я оказался неправ. Это болезненные вопросы, но мне нужны ответы на них. Наушник коммуникатора звякнул в ухе Корсвейна, принимая сообщение от капитана Трагана. Наши гости вот-вот появятся, Мансиньор. Хорошо, отозвался Лев и обратил пристальный взгляд к двухстворчатой двери. Спустя короткое время она с шипением отворилась и появился Траган в сопровождении конвоя из 30 темных ангелов. Они со всех сторон обступили капитанов Тифона и Медоа. Первый выделялся своей терминаторской броней и наголову превосходил ростом окружавших его воинов. На первый взгляд броня Тифона нуждалась в основательном ремонте. Положенную гвардией смерть и белизну портили масляные пятна и полученные в бою повреждения. Однако, присмотревшись внимательнее, Корсвейн понял, что это лишь незначительные внешние дефекты терминаторского доспеха. Тифон двигался свободно. Каждый его шаг сопровождался хрипом сервомоторов и поскрипыванием волокон искусственных мускулов. Короткий клинок висел на поясе. В руках капитан держал жнец смерти. Свое, похожее на косу, оружие. Медоа шел следом за командиром гвардии смерти. Его серебристо-черную броню, судя по всему, недавно покрасили и отполировали. Черный плащ был изодран по краю, на лбу заживал свежий рубец. Корсвейн ожидал увидеть кого-нибудь постарше. Довольно свежие черты лица Медоа контрастировали с его полномочиями и знаками отличия на груди и на плечниках доспеха. Подобно тифону Медоа носил на поясе силовой меч, а через плечо на ремне двуствольный комби-болтер. Спасибо, капитан Траган, сказал Лев, а теперь оставьте нас. Удивленный Корсвейн повернулся к примарху, но внимание льва уже переключилось на двух явившихся. Монсеньор, вопрос вырвался у Трагана прежде, чем у Синишаля. Пожалуйста, вернитесь к своим обязанностям, капитан, сказал Лев все тем же приветливым тоном. Я уверен, наши гости отказались дать оружие лишь из принципа. Ничего другого от офицеров Легио Астартес и ждать не приходится. Они не настолько глупые, чтобы испытывать мое терпение на моем же собственном корабле. Траган бросил взгляд на Тифона, кивнул. Темные ангелы построились и вышли вслед за командиром. Лев жестом велел Тифону и Медоа приблизиться. Я твой пленник, можно так считать? Если ты собираешься меня казнить своими руками, то казни и покончим с этим. Обращайся ко мне подобающим образом, командующий, отозвался Лев, не выказывая ответного гнева. Я все-таки должен решить твою судьбу, не создавай повод для ссоры. Тифон замолчал и в течение нескольких секунд, не мигая, рассматривал примарха. Под воздействием пристального взгляда Льва он в конце концов кивнул и преклонил «Простите мне мою дерзость». «Возможно и прощу», пообещал Лев и махнул рукой, дозволяя Тифону подняться. «С какой целью ты явился на Пердитус, командующий?» «Уверен, вы и так о ней знаете, лорд Джонсон». «И тем не менее, хотелось бы услышать это от тебя». «Варп-устройство, лорд Джонсон», ответил Тифон, бросив взгляд на капитана Медоа. «Я прибыл на Пердитус, чтобы потребовать вы отлично понимаете, почему. Не стоит даже пытаться его останавливать, он все равно возьмет свое силой». «Хорус возьмет свое силой», зарычал Корсвейн и шагнул вперед. «Темные ангелы не отчитываются перед Хорусом». «Со временем будут, не сомневаюсь», спокойно заявил Тифон. Он кинул короткий взгляд на Синишаля, после чего переключил все внимание на Льва. «Вы противостоите Повелителям ночи, как и следовало ожидать, но это противостояние излишне. Оно неуместно и происходит отличной неприязни. Что такое тромас для темных ангелов? Один из миров Империума, и мы будем защищать его», откликнулся Корсвейн и положил руку на рукоять меча. «Предательство не останется безнаказанным». «Помолчи, братец», вмешался Лев. Он переменил позу, опустил локти на резные подлокотники трона и подпер подбородок кулаком, одновременно устремив взгляд на Тифона. «Пусть командующий говорит свободно». «Мне нечего больше добавить, лорд Джонсон», сказал гвардеец смерти. «Твои угрозы бессмысленны, командующий. Сказанное тобой к делу не относится и не кричит так громко, а то в ушах звенит». Тифон попытался заговорить, но примарх прервал его, вскинув руку. «Ты не упомянул о моем брате Мартарионе, о твоем примархе. Ты ведь по-прежнему сражаешься за гвардию смерти, командующий? Или твои цели расходятся с целями твоего повелителя? Если Мартарион хочет устройство, о котором идет речь, то у него целый легион в распоряжении. Зачем же отправлять такую небольшую флотилию за столь ценным призом? Нет, не рука Мартариона направляла тебя командующий. Выпрямившись, лев опустил руки на колени, а потом подался вперед. Это еще не все. Хоть ты упомянул магистра войны, но не его волей ты был отправлен на Пердитус. Возможно, как ты говоришь, я неуместен и создаю неудобства моему брату-предателю, но не думаю, что Хорос хочет в открытом конфликте столкнуть своих сынов с моими сынами. Он уничтожил три легиона наиствами, но моих темных ангелов там не было. Курц, Мартарион, Хорос, никто из них не хочет полномасштабной войны с моим легионом и не случайно. Тифон промолчал в ответ, возможно, сожалея о сказанном и опасаясь, что новые споры еще сильнее его выдадут. Лев тем временем перевел мрачный взгляд на командира Железных рук. А ты, капитан Медоа, с какой целью ты сюда явился? Чтобы защитить Пердитус Ультиму от предателей, лорд Джонсон, ответил капитан, окинув Тифона взглядом с ног до головы. Кажется, мы прибыли как раз вовремя. А кто поставил перед вами такую задачу, капитан? Мы входили в состав 406-й экспедиционной флотилии Мой Лорд и были далеко отыствованы, когда объявили сбор только что приведенные к согласию и боролись с силами предателей, которые нам попадались. Шесть месяцев назад около Аянуса нас перехватил флот ультрамаринов. Мы получили сообщение, что лорд Джелеманд собирает все лояльные силы в ультрамаре. Мы откликнулись, а затем примарх отправил нас на Пердитус, опасаясь, что предатели могут захватить оберегаемое механиком устройство. Лев, который сидел в глубокой задумчивости, кивнул в знак согласия. Теперь, когда секреты Пердитуса тебе известны, что ты собираешься делать? спросил примарх. Небезопасно оставлять здесь устройство, мой лорд. Оно обладает слишком большой мощью, и есть риск, что эту мощь используют во зло. Думаю, лучше всего переместить его в безопасное место, на Макраге. Без сомнения, ответил Лев, скинув брови. И ты принял это решение самостоятельно? Лорд Желеман намекал, что такое решение может оказаться неизбежным, мой лорд. Пальцы льва забарабанили по подлокотнику трона. Примарх перевел взгляд на второго командира, потом опять посмотрел на Медоа, и, наконец, обратился к Корсвейну. Как только переговоры закончатся, передай мой приказ капитанам, маленький брат. Пусть флот перестроится для бомбардировки Пердитус Ультимы. Эмоциональные вспышки Кифона и Медоа Примарх пропустил мимо ушей. Как прикажете, мансеньор, сказал Корсвейн. Вы не можете уничтожить варп-устройство, воскликнул Медоа, сделав шаг вперед. Если удастся использовать его силу, оно станет оружием, которое мы повернем против предателей. Вы слишком много предполагаете, капитан, резко возразил Лев. Я тоже получил вызов от Желемана. Я не согласен с его планами и в истории с этой машиной доверяю ему не более, чем любому слуге Хоруса. Полагаю, Ультрамар не самое безопасное место для этой машины, даже если Желеман не использует ее в своих целях. Я не допущу, чтобы устройство попало в руки врагов Императора. Пока Медоа продолжал протестовать, Тифон смеялся так, что его хохот разносился по залу. Твое хорошее настроение неуместно, командующий, резко заметил Лев. Его голос заглушил и возражение Медоа и радостный хохот Тифона. Я собирался позволить тебе убраться с Пердитуса. Без устройства, конечно, зато с возможностью сообщить о его уничтожении твоим повелителям. Любому из них, какому пожелаешь. Но только попробуй еще раз проявить неуважение или оскорбить присутствующих. Я буду рад предоставить ту же самую возможность твоим лейтенантам, но уже без тебя. За этим заявлением Льва последовало молчание. Он стал, давая понять, что прием окончен. Пердитус Ультима и приз, которые на ней находятся, будут уничтожены в течение нескольких часов. Передайте моим братьям, им тут больше нечего делать. 9. Шаттл капитана Медоа на экране походил на маленькое светлое пятно. Потом он исчез в тени тяжелого крейсера «Придирчивый обвинитель». На второстепенном экране Лев разглядел уходящее судно гвардии смерти «Терминус С». Сияние его плазменных двигателей терялось на фоне света, отраженного поверхностью Пердитус Ультимы. Итифоны Медоа возвращались на свои корабли. Примарх уже собирался отвернуться от экранов, когда дежурный связист передал ему сообщение от Леди Фиана. «Переключи связь на динамике», потребовал Лев, указав пальцем на слугу Легиона, который от удивления широко раскрыл глаза и тут же подчинился. «Прославленный примарх, я и моя семья обнаружили искажения в Варпе вокруг Пердитус Ультимы», снова повторила Фиана. Ее голос исходил из громкоговорителей, размещенных по периметру стратегиума. «Тухулха?» спросил примарх. «Нет, тут кое-что иное. Похоже на миниатюрный вихрь, на дыру, проделанную в Варпе. Времени, прославленный примарх. Ордал поднимается на пилястр, чтобы точнее определить, где происходит искажение. Установить пустотные щиты, приказал капитан с теней. Перевести орудийные батареи в боевую готовность, все по местам». Лев охотно позволил подчиненному принимать оборонительные меры. Сам он ждал, скрестив руки на груди и бросая взгляды то на главный экран, то на вспомогательный, который показывал термину Сест. То на громкоговоритель справа от индикаторной решетки. Примарх словно видел при этом Леди Фиану. «Обнаружен скачок мощности на термину Сест», сообщил слуга, занятый на пульте управления сканера. «Только что установлены пустотные щиты, капитан», почти сразу же добавил другой слуга. «Волнение в варпе локальное, незначительное», сообщил навигатор Ордал по внутренней связи. Его голос звучал пронзительно. Не знаю каким образом, но кажется его создали на флагмане Гвардии Смерти. «Где создали? Куда оно нацелено?» «На Пердитус Ультиму», прославленный примар. «Это что-то вроде варп туннеля, он ведет прямо в сердце станции. Я раньше не видел ничего подобного». «Карсвейн». Как только Лев произнес имя Синишаля, системы боевой боржи автоматически переключились Чайкарсвейна на схеме непобедимого разума. Синишаль после проводов Тифона и Медоа находился в транзитном коридоре за пределами пусковых отсеков правого борта. «Да, мансиньор, собери свою охрану и библиарьев во втором отсеке телепортации, там мы встретимся. Куда после этого переместимся?» «Курс на станцию Могеликс, гвардия смерти пытается украсть варп-устройство». Жнец смерти в руках Тифона рассек техноадепта от пояса до шеи. Силовое поле косы шипело и потрескивало, испаряя кровь. Искром санной останки шлепнулись на голый каменный пол. Впереди появилось отделение скитариев, ворвавшихся через двери. Воины механикум, измененные при помощи бионической аугметики, щеголяли разнообразным лазерным оружием и гранатометами. Автоматическая пушка Тифона грохотала в его руке. Встречный шквал ракеты болтов молотил по полумеханическим защитникам Пердитус Ультимы. Терминаторы продолжали непреклонно наступать. Они перешагивали через искрящиеся и окровавленные останки скитариев и проникали в коридор, который вел к темнице Тухулхи. Скитарии появились в еще большем количестве и снова были разбиты неуязвимыми для их оружия колонну до сих пор пытался преодолеть побочные эффекты той самой варп-телепортации, которая перенесла его воинов внутрь станции. Отец на этот раз оказался не очень щедрым по части подарков и кожа Тифона сильно болела под броней. Затраченные ради создания дыры в реальности усилия не прошли даром, поэтому тело чесалось, время от времени кружилась голова. Почему мы сразу, как только прибыли, не поступили точно так же, прокрепел Вайос, шагая слева от Тифона. Мы получили бы это устройство задолго до появления темных ангелов. Кто же знал, что Тухулха проснется, ответил Тифон. Я не в силах доставить его на терминус эст, но теперь он сам себя доставит. Он гораздо тяжелее, чем кажется. Просто основная часть конструкции существует только в варп-пространстве. Триумф инженерной мысли заявил Вайос с заметным сарказмом. Чудо отца поправил его Тифон и направился в комнату Тухулхи. Командующий гвардией смерти остановился из-за внезапного приступа, скрутившего живот. Тифон стиснул зубы. В утробе что-то ерзало, или по крайней мере ощущение получалось похожее, словно адские грызуны засели в кишечнике. Спустя короткое время боль прошла, и он устремился к следующему дверному блоку. Шар, который оказался Тухулхой, висел в центре зала, окруженный захватами и оборудованием механикум. Тифона поразила красота узоров на поверхности машины. Жирные цветные пятна смешивались и разделялись, создавая гипнотический эффект. Предводитель гвардии смерти с усилием оторвал взгляд от парящего шара и увидел облаченную в красную фигуру, замерзшую на коленях перед устройством. Голову и лицо человека прикрывал капюшон. Тифон нацелил свою автоматическую пушку, но не успел он нажать на спусковый крючок, как тишину нарушил детский голос. Остановись, не причиняй ему вреда. Мальчик с пожелтевшей кожей, соединенный с аппаратурой плененного устройства, вырвался из путаного клубка кабелей. Тифон не сразу понял, что телом сервитора манипулирует машина. Он бесполезен, сказал командующий. Он был вашим тюремщиком и должен понести наказание. Тифон догадался, что булькающее тяжелое дыхание мальчика сервитора означает смех. Меня нельзя заключить в тюрьму, по крайней мере, существа вроде него на такое не способны, сказал Тухулха. Хорошо, тогда вы можете уйти вместе с нами. Мальчик не ответил, вместо этого отвернулся и запрокинул голову, словно рассматривая что-то сквозь каменный потолок зала. У тебя мало времени, Тифон из сумеречных рейдеров, сказал Тухулха. Приближается лев, он хочет лишить тебя головы. Твои воины уже гибнут. Словно в подтверждение этого, в коммуникаторе раздался трест, и появились первые сообщения. Три отряда в арьергарде хранителей могил находились под угрозой. Их доклад был недолгим. Упоминались сверкающий меч примарха темных ангелов и кошмарные существа в капюшонах с глазами из пламени и когтями из стали. Спустя десять секунд все смолкло, и Тифон больше не слышал своих воинов. Он привел с собой псайкеров, сообщил он Вайасу. Я не могу бороться против их объединенных способностей. Предупреди Чарфуна и вторую линию обороны, они должны отступить к нашей позиции. Так точно командующий отозвался Вайас. Мы сейчас гвардия смерти, поправил Тифон Тухулху. И я не могу лично доставить вас на корабль, но вы должны пойти со мной, если желаете освободиться. Освободиться? Мальчик Марионетка снова рассмеялся с давленным булькающим смехом. Я долго ждал возвращения Льва. Когда он впервые пришел ко мне, я увидел его и понял, что это мой спаситель. Жители Пердитуса поймали меня в ловушку, но с помощью Эксиса эти оковы удалось сбросить. Я знал, что Лев вернется ко мне и только поэтому остался. Он стремится уничтожить вас, как и все прочие. Он стремится обладать мною, возразил Тухулха. Не бойся за меня, храбрый Тифон. Ты должен следовать собственной судьбе. Твой примарх ждет тебя. Зачем погибать понапрасну? Позволь я помогу. Слова протеста застряли в горле Тифона. Судя по ощущениям, началось перемещение. Через миг он очутился в стратегиуме на терминус эст. Уцелевшие хранители могил стояли рядом. Что это было? Спросил Ваяс и помотал головой. Персонал на мостике замер в удивлении, когда капитан обернулся и отдал приказ. Курс к ближайшей точке перехода. Очень скоро за нами последуют темные ангелы. Не нужно, сказал Тифон. В душе что-то сжалось. Это было знакомое ощущение. Тухулха уже отправил нас от греха подальше. Отпустив рабов, Тифон остался в одиночестве в своей каюте. Голые металлические переборки, пятна лоржавчина. На потолке ярко сияли световые полосы. Он стащил себя последний слой под доспешника и бросил мокрую сетку на пол, обнажив белесое тело. Он никак не мог осознать, что случилось. Отец отправил его, Тифона, в систему пердитус, чтобы спасти тухулху и злат механику, но ничего не вышло. В кишечнике все еще побаливало, и командующий гвардией смерти осмотрел свой живот. Под слоем кожи и мышц находились жесткие пластины черного панциря. Кое-что пятнало кожу пониже грудной пластины. Изгиб мускулистой груди мешал разглядеть это как следует, и Тифон повернулся к собственному отражению в полированном бронзовом зеркале. Пониже солнечного сплетения он обнаружил три волдыря, каждый размером с подушечку большого пальца. Волдыри располагались треугольником и касались друг друга. Темно-красные, окаймленные черным ободком они источали прозрачную жидкость. Тифон осторожно наткнул в бубон пальцем и не ощутил боли. Напротив, трепет удовольствия пробежал по телу. Тифон понял все, он уже освободил Тухуху. Отправившись на Пердитус, он привлек к этому миру внимание льва и, не зная конечной цели, привел в движение цепочку событий, которая входила в великий план отца. Три бубона на теле стали его наградой. Отец обратил внимание на верность Тифона и дал ему знак. Отныне и навеки он, Тифон, будет носить эту метку. Метку любви отца. Конечно, это только начало. Хранители могил были первыми, но отцу нужна вся гвардия смерти. Любовь и верность каждого воина, а превыше всего любовь и преданность Мартариона. Ты уверен, что это все? Он больше ничего не сказал? Капитан Ларомех, уставившись на Медоа, покачал головой. Они вдвоем возвращались стратегиум. Транспортер только что доставил капитанов из стыковочного отсека. Это все, что сказал Лев. Именно это он велел передать, подтвердил Медоа. Он выразился совершенно конкретно. Передай Желеману, что у меня есть для него ответ. И еще добавил, передай ему, пусть, мол, ждет, я приду. Все так и было. Повелитель первого легиона сидел именно так, как он в последнее время часто сидел по ночам, откинувшись на спинку украшенного слоновой костью и обсидианом трона. Локти упирались в резные подлокотники, сцепленные возле самого лица пальцы, почти касались губ. Не мигающим, жестким взглядом зеленых, как леса колебана глаз, примарх безучастно наблюдал за мерцающим гололитическим изображением воюющих звездных систем. Эксиса и его устройство благополучно упрятали в самый глубокий грузовой отсек непобедимого разума. Станция Могеликс за несколько часов превратилась в груду щебня и расплавленного шлака. Другим легионам не оставили ничего. Губы льва слегка шевелились. Это легкое движение не мог заметить случайный наблюдатель. Лишь тот, кто обладал сверхчеловеческим слухом, присущим примархам, сумел бы разобрать слова, которые срывались с почти неподвижных губ. Теперь я заполучу курса, произнес Леп, хотя слышали его лишь тени. Через короткое время примарх остановил свой монолог, словно позволяя кому-то ответить. С Тухулхой мы сможем заманить ночного призрака в ловушку, но следует соблюдать осторожность и не торопиться. Да, будем действовать, когда наступит время, но не раньше. Если курс заметит радикальные изменения в нашей стратегии, в ответ он, возможно, покинет Трамас. Ты прав, это не пошло бы нам на пользу. Лев сделал паузу и вытер пальцем лоб. Желеман в лучшем случае заблуждающийся дурак, в худшем гороломный пес. Примарх глубоко вздохнул. Да, я это знаю, но преклоню перед ним колени не прежде, чем перед Хорусом. Курс был кое в чем прав, но меня ослепил мой гнев. На меня ложится миссия уравновесить историю. У каждого события свой отсчет. Братья не уступят друг другу. Курс пытался сломить мой дух бесконечной войной. Темные ангелы возьмут на себя сходную обязанность. Да, они будут готовы выполнить эту война. Мои братья обескровят друг друга, соревнуясь до бесконечности, и в итоге победителя не окажется. Нет, он тоже им не станет. Есть только один император, никто не достоин наследовать его полномочия. Я сделаю так, что легионы Астартес уничтожат друг друга прежде, чем кто-нибудь сумеет на равных помериться силами с Террой. Это правда. Столкнувшись с перспективой взаимного истребления, мои братья придут к соглашению. Хорусу придется снова признать императора, и Желемант, и другие не узурпируют права своего истинного повелителя. Лев опять остановился и слегка покачал головой. Он перевел взгляд на свою левую руку. Истине показалась миниатюрная ростом по колено человеку фигурка в черном как смоль плаще. Руки в темных перчатках, крошечные и проворные оставались на виду, но полумрак скрывал прочие части тела и лицо. Миниатюрное существо посмотрело на льва, коротко сверкнув из-под капюшона похожими на угли глазами. Нет, это слишком важно, возразил примар. Даже если сказанная тобою правда, вернуться на Калибан пока не получится. Будь что будет, я должен остановить Хоруса и Желемана. Маленькая фигурка склонила голову, лев сделал то же самое и шепот его был полон скорби. Да, хотя бы это стоило мне легиона. Голиона. Продолжение следует...